Их энергии. На континенте Азерат, когда воины создали энергию впервые, обучаясь, волшебная закрученная звезда появлялась над их головой, число звезд увеличилось с 1 до 9, если плотность их энергии увеличилась, каждый раз, когда появилась новая звезда, это означало, что воин поднялся на новый ранг. Каждый ранг резко увеличивал их силу, воин 9 звезд был вершиной звездного ранга, после если он был способен переступить пик 9 звезды, то становился воином лунного ранга, однако этот прыжок был невероятно сложным. 70% воинов на континенте Азерата никогда за всю свою жизнь не смогут перейти в лунный ранг, воины лунного ранга были причислены на совершенно иной уровень, они могут выбрать различные методы обучения, там были те, которые выбрался сосредоточиться на использовании специального оружия, такие были названы воины судьбы, те, что предпочли заключать договоры с могучими монстрами и поделиться своими силами, были названы воины с духом зверя и многие другие. Существует много методов тренировки, чтобы стать сильнее, воины лунного ранга были невероятно влиятельны, они легко могли получить признание в могущественной империи их на континенте, дворянский статус, деньги, политическая власть, что угодно, выше воинов лунного ранга были воины солнечного ранга, они были, как боги. Такие появились только в легендах, то же самое касается и магов, Чимборд находился далеко от центра континента, поэтому естественно, что никто тут не слышал и не видел воинов или магов солнечного ранга. Это была ранговая система на континенте Азерат, продемонстрированная Фэймсила полностью изменила представление людей в замке Чимборда ранговых воинах, никто не знал, что за сила была у Фэя, без использования какой-либо энергии он легко пробил защитный барьер двухзвездного воина и мгновенно убил его. Воин номер один в Чимборде, воин тризвездного ранга Лэмпорт был также смущен, он не мог поверить, что Александр использовал только свою звериную силу, но как он мог чистой грубой силой сразиться с воином энергии, только честный Брук знал правду, его тело дрожало от волнения. Это должно быть сила бога, видимо это та сила, что оставил бог войны внутри короля, Баззер скрылся в толпе, увидев действия Фэя, выражение его лица оставалось мрачным, однако глубоко внутри Баззер был очень удивлен это невероятно, отсталый не просто стал нормальным, его сила стала непредсказуема, похоже мне придется внести некоторые коррективы в мои планы я не могу больше ждать, каждый думал о том, что произошло, на оборонительной стене было совершенно тихо. Фэй тоже был удивлен, увидев, как он мгновенно убил Конку, он чувствовал, что его сила значительно возросла после вчерашнего боя, подумав об этом, он решил, что вероятно это из-за повышения его варвара с 5 до 7 уровня, впрочем, сейчас было не лучшее время думать об этом, Дзынь, он развернул, вытащил свой меч из ножен на поясе и крикнул, Пирс, Пирс удивился, но быстро понял чего желает Фэй, он сделал шаг и преклонил колено, Ваше Величество, вчера ты уничтожил две осадные лестницы противника в бою и помог Чимборду отбиваться от врагов, я буду чтить твои подвиги, как король и назначаю тебя в качестве нового военного эксперта Чимборда, ты должен быть ответственным за меч короля и руководить обороной, если кто-то осмелится не выполнить любую команду или отступить с фронта, то они должны быть казнены с помощью этого меча в том числе и я. Если я отступлю от сражения, которое вот-вот начнется, ты должен проткнуть мое сердце этим мечом, Фэй передал свой меч Пирсу, эту идею Фэй почерпнул из военных фильмов которые он смотрел на земле, перед битвой мораль была так же важна как и военные правила и законы, вылечить раненых солдат, притвориться посланником бога войны прошлой ночью, все это помогло повысить мораль, в то же время казнь судей Конка и назначение на его место Пирса подняло стандарты и серьезно укрепило дисциплину. Было мудро показать людям кнут и пряник, Пирс взял меч короля в обе руки и сказал, как пожелает, мой великий король. После этого он вскочил на башенные зубцы с мечом, поднятым над головой и заревел, для своих солдат-братья, сражайтесь, за короля Александра. Крик Пирса поднял боевой дух, дзынь, дзынь, дзынь. Звук лязга металла окружал оборонительную стену, звуки мечей и лезвий стучащих о щиты и доспехи копья стучат о камне на земле. На оборонительной стене солдаты использовали этот метод, чтобы выразить свое уважение и поддержку короля. Это был король Чимбарда. Настоящий король еще пару минут назад. Некоторые люди сомневались касательно вопроса о божественном просветлении Александра. Но сейчас поверил каждый. Больше не было никаких сомнений. Последовательность команд и действий Фэй шокировали всех на оборонительной стене. Особенно когда он кричал на конка, он растряс раненых солдат, что сражались без остановки в течение многих дней. Обычное признание на континенте Азерат имело большую цену, нежели любые обещания или награды для солдат. Король сумел заслужить их лояльность. Главный министр Баззер стоял в толпе. В его глазах мелькала злоба, никто не догадывался о чем он думал. Фэй поднял руку призывая солдат к тишине. Они смотрели с волнением, ожидая следующего приказа. Фэй огляделся и нетерпеливо спросил, почему надзиратель Олег еще не появился. Ваше Величество, я здесь, я здесь. Дрожащая фигура выбралась из толпы. Он сделал пару шагов и встал на колени перед Фэем. Великий король Александр, получив ваш приказ я сразу бросился сюда. Благослови вас Бог, мой достопочтенный король. Фигурой оказался надзиратель Олег. Он слегка опоздал, но он видел что произошло с конкой. Подумав о том, что он сделал Александру, холод и дрожь пробили проняли его до самых костей. Он надеялся, что будет забыт смешавшись с толпой, но король Александр вызвал его напрямую. Олег не смел устраивать каких-либо глупостей. Хотя он и был напуган, он вышел, встал на колени и начал нахваливать Фэя. Он даже хотел подползти и поцеловать обувь короля. Но, дзынь, оружие было обнажено. Брук и Пирс шагнули и заблокировали путь Олегу. Солдаты также образовали стенку клинков перед Олегом. Они не хотели, чтобы он близко подходил к королю. Конка легко смог приблизиться к королю и это почти привело к трагедии. Хотя король казнил Конку, они как королевские стражи не могли допустить такую ошибку дважды. Олег испугался. Он не смел поднимать головы. Ваше Величество, пожалуйста, простите меня. Я полностью отличаюсь от Конки. Я абсолютно лоялен вам. Я готов пожертвовать ради вас всем. Я ваш самый верный слуга. Я живу, чтобы исполнять вашу волю. Я. Фэй нахмурился. Надзиратель был 5-4 фута ростом с большой бородой и шрамом на лбу. Он выглядел сильным и жестоким. Однако Фэй не ожидал, что он будет таким подхалимом. Как такой подхалим мог управлять тюрьмой? Фэй стал подозрительным. Ладно, встань. Фэй сказал солдатам, чтобы те убрали свои оружия. Он подошел к Олегу и сказал. Это дерьмо ничего не значит для меня. Если мои приказы цель твоей жизни, то бери в руки оружие и борись за чемборд. Ты воин один звездного ранга? Смотри сюда. Фэй указал на часть между оборонительными зубцами стены, которые вчера были разрушены из-за осадных лестниц в предстоящей битве. Я хочу, чтобы ты охраняли эту брешь. Понял. Олег посмотрел на брешь. Он знал, что когда битва начнется здесь будет самый сложный участок на поле боя. Хотя он и был воином одной звезды, будет очень сложно защитить этот разрыв. Однако он не мог ослушаться приказа. Сила нового Александра опустошила его. Олег знал, если он посмеет сказать нет, то будет пригвожден к дозорной башне так же как конка. Как прикажете мой достопочтенный юный король, я буду защищать эту брешь ценой своей жизни. Даже если я умру, ни один враг не сможет приблизиться к вам. Олег принял приказ с горечью. Он знал, что если не проявит себе перед этим молодым человеком сегодня, то для него это станет последним днем в должности надзирателя. Он принял приказ и даже благодарность вырвалась из его рта. Для Фоя Олег был отвратителен и он сделал пару шагов назад. Глава 30. Никакой резни, если сдадитесь время пролетело незаметно. Как зловещий шторм, жестокий бой должен был состояться. Враги на другой стороне реки Зули, казалось, вышли на позицию. Осада должна была начаться в ближайшее время. Брук начал направлять солдат для настройки средств защиты и механизмов. Обычные молодые люди вышли на оборонительные стены, чтобы помочь с простыми и грубыми инструментами, такие как деревянные палочки и топоры. Однако оборонной мощи все еще было недостаточно. Из-за ранений и травм в гвардии короля было менее 400 солдат. Около 1000 молодых людей были набраны. Только что они не имели какой-либо военной подготовки. В итоге, менее 1500 воинов были сильнейшей защитой, что смог собрать Чимборд. Их сила была слишком слаба по сравнению с 2000 хорошо тренированных вражеских солдат. К счастью расположение Чимборда давало им большие преимущества. Но даже несмотря на это, положение было далеко от оптимистичного. Могущественный воин или маг был очень важен в войнах на Азертском континенте. Если враги имеют одного или двух бойцов как Лэнц, тогда Чимборд обречен. Фэй был очень обеспокоен этим. Солнце начало восходить и атмосфера стала напряженной. Казалось, что в воздухе горел невидимый огонь. Большинство людей чувствовало жжение в груди при каждом вздохе. Фэй стоял возле дозорной башни и ожидал начала битвы. Толстяк Джилл находился не очень далеко от Фэя. Его ноги сильно тряслись из-за страха. Кровожадность войны запугала этого избалованного молодого господина и его пустую голову. К счастью, Баззер послал нескольких верных ему охранников для защиты Джилла, иначе бы он давно упал в обморок. Фэя удивила то, что по словам Брука этот ублюдок в красных одеждах не имеет никаких способностей для боя. Вот почему Фэй не обращал на него внимания после разборок с Конкой и Олегом. Фэй думал, что он уйдет от оборонительной стены, но кто же знал, что он придет на стену и встанет рядом с сыном? Эта хитрая лиса действительно заботится о своем сыне? В нем еще есть немного человечности неожиданно. Фэй смотрел на Баззера, но ничего не говорил. Все ждали начала битвы. По другую сторону рва. Враги сформировали 10 квадратных формаций. Они приблизились к Чимборду шаг за шагом. Лезвие и копья сиял под солнцем. На оборонительной стене было тихо. Каждый мог услышать стук собственного сердца. У некоторых из новобранцев начали трястись ноги. Их руки потели как сумасшедшие. Они почти не могли держать свое оружие. Кровавое сражение должно было начаться, и никто не знал, способны ли они выжить в этой битве. Но из-за их семьи они не могли отступить. Тап, 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 тап. Враги маршировали в унисон. Как черный поток, они подошли к замку Чимборду медленно и постепенно с непрерывным давлением. Как барабанные палочки, ударяющие в барабан, звуки, ударили по сердцу солдат. Оно стало биться все быстрее и быстрее, подавляя всех на оборонительной стене. Враги, что были в первых рядом составляли формацию с башенным щитами, большой щит напоминающий римский. Там были сто огромных черных щитов, что были два оршина, два метра, высотой, со свирепыми лицами дьявола, высеченные на них. Они защищали всех врагов позади них и неуклонно шли вперед, как будто орды бесов приближаются к Чимборду. Их формация изменилась, когда они приблизились к каменному мосту. В каждом ряду формации из десяти человек сводятся к трем людям, позволяя им пройти по каменному мосту без проблем. Они все еще шагали в унисон, когда они перестроились. На протяжении всего процесса не было издано ни одного звука. Враг был похож на жесткие и точные машины для убийств, работающих строгие и организованные. Они продемонстрировали невероятную дисциплину. Это сделало мысли фео-сражение, которое еще не началось еще более неопределенными. По сравнению с солдатами рядом с ним, противник имел хорошо подготовленную армию. В этом нет сомнений. Фэй знал, что в этом сражении будет трудно победить. Дистанция между двумя сторонами быстро сокращалась. Менее чем за десять минут формация с башенными щитами достигнет их стороны рва. Как только они сделают это, они попадут в дальность атаки лучников. Чимбордай битва начнется. Бзынь. Брук достал свой меч и шагнул на самую верхнюю площадку и крикнул. Лучники приготовьтесь. Скрип-скрип. Раздавались звуки от лучников, натягивающих тетиву на своих луках. Более сто луков были вытянуты в форму полумесяца. Сверкающие наконечники стрел были подобны оскалу смерти, ожидающей команды Брука. Но в этот момент, ТАП, формация с башенным щитами на передней линии противника почему-то остановилась. Формация с копьем, формация с мечем, формация с лучниками и шесть других формаций за ними также перестали двигаться. Вся процессия была в одинаковой форме, как если бы это была одна персона. Что это? После увиденного Фей нахмурился. Он не знал, о чем думает вражеский командир. Брук тоже был в удивлении, но он не расслаблялся. Он крикнул. Лучники готовы? Сконцентрируйтесь. Никому не разрешается покидать свои позиции. После того, как он сказал это, в строе противника произошли новые изменения. Четверо черных рыцарей медленно появились и стали двигаться к передней части формирования с башенными щитами. Рыцарь во главе процессии держал в руках трехярдовые копья 1,09144 метра, на кончике которого был прикреплен шлем. Лицо Брука изменилось. Он опустил свой меч и бросился обратно к Фаю. Он понизил голос и сказал «Ваше Величество, враги хотят вести переговоры». Переговоры? Фэй был доволен. Тащить шлем на копье означает, что враг хочет договариваться на континенте Азерат. Фэй запомнил этот маленький совет. Он, возможно, потребуется в дальнейшем. У этих ублюдков такое большое преимущество, почему они захотели переговоров? Думал Фэй. Пусть они подойдут ближе. Фэй приказал Бруку. Он хотел знать, какой трюк выкинет командир врагов. Как прикажете, Брук обернулся и передал солдатам сигнал отклика принятия переговоров. После того, как они увидели ответ, четыре рыцаря поехали на своих лошадях к оборонительной стене и остановились перед главными воротами Чимборда. По приказу моего господина, пусть король Чимборда подойдет и услышит приказ. Черный рыцарь с именем Один ударил своим копьем по земле. Он поднял голову и надменно прокричал. Сила воина Один Звезды позволила его голосу звучать громко и ясно даже на стене. Каждый на оборонительной стене услышал и почувствовал заносчивость в голосе. «Скажи, что ты, черт возьми, должен сказать!» Грубо крикнул Фэй с оборонительной стены. Отношение этого врага раздражало его, поэтому он не стал прикидываться хорошим. Под защитной стеной ученик Один нахмурился. Он даже не догадывался, что король Чимборда был тем быком, который ранил Лэнца, воина Три Звезд. Дерьмо! Разве он не должен быть тормозом со слов нашего разведывательного агентства Орел? Как это произошло? Недалеко рыцарь в серебряной маске, который наблюдал за всем этим на другой стороне реки, был немного приятно удивлен. Улыбка быстро пропала с его лица. Это становится все более и более интересным. Отправка короля в Колизей Это удивительная новинка, несомненно вызовет интерес дворянок оттуда. Ха-ха-ха, это намного интереснее, нежели я представлял. Под крепостной стеной. Мастер невероятно щедрый добр. Он позволит всем вам выжить. Горделиво выкрикивал черный рыцарь Один. Слушай внимательно, король Чимборда. Мастер сказал, что если вы готовы открыть врата и сдаться, тогда королевская семья, министры и должностные лица будут под нашей защитой. Простые граждане станут рабами и они будут убиты. После того, как первый сказал это, его голос изменился. Он фыркнул и пригрозил. Ежели ты настолько глуп и отказываешься сдаваться, то после того, как мы захватим твое королевство, мы устроим бойню в течение трех дней. Ни одна живая душа не сумеет избежать смерти. Слова черного рыцаря было отчетливо слышно всем на стене. У люди была разная реакция. Баззер Олег и некоторые другие министры и офицеры начали рассматривать предложения и думать о капитуляции. Некоторые граждане боялись смерти и хотели сдаться. Быть рабом лучше, чем умереть. Конечно, были люди, которые показали свое презрение и взялись за свое оружие еще крепче. Все смотрели на молодого короля Александра. Решение было за молодым королем. Фэй не отверг предложение сразу. Он взглянул в лицо каждого солдата. Увидев их выражение, он подумал о чем-то и медленно сказал. Я не ожидал, что враги предложат это. Это трудный выбор, ха-ха-ха. Давайте обсудим это, что вы думаете, ребята. Как только он закончил, нетерпеливо подошел Олег. Этот подхалим ярко улыбнулся и сказал. Мой великий король Олег готов умереть за вас на поле боя. Однако, я думаю, вам стоит рассмотреть предложение врагов. У нас меньше 400 солдат и все ранены в разной степени. Если мы и дальше будем защищаться, мы, вероятно, не выдержим и будем провоцировать врагов еще больше. Тогда все в замке умрут. О, конечно. Я не боюсь умереть. Я просто думаю о всем королевстве. Несмотря на то, что он звучал, как будто он был заботливым, его выражение лица раскрыл его истинные чувства. Надзиратель считается офицером Чимбарда, так что он будет защищен от врагов. Он не должен был бы умереть и не должен был стать рабом. Как у труса это был лучший выбор для Олега. Многие люди брезгливо взглянул на Олега, как будто они могли стрелять из лука своими глазами, но Олег сделал вид, что он ничего не заметил. Глава 31. Настоящий воин Пирс вышел и сердито наорал на Олега, чертов трус, хватит чушь пороть, ты просто боишься умереть. Надзиратель Олег, ты не будешь рабом, а как насчет граждан. Мы все знаем, как ужасно быть рабом, лучше умереть в бою, чем... После сказанных слов он повернулся и сказал Фаю с твердой уверенностью в глазах, Ваше Величество, пожалуйста, командуйте нами, мы с братьями лучше умрем на оборонительной стене Чимборд, чем станем смиренными рабами вместе с нашими семьями. Пирс вел себя очень эмоционально. В то же время вышел Брук и став на одно колено, серьезно сказал, король Александр, я желаю того же, я предпочел бы умереть в бою, нежели стать рабом. Хуахуа, все солдаты от молодого к старому преклонились после того, как Брук закончил, жизнь раба на континенте Азерат была хуже, смерти, они могли быть убиты и проданы по собственному желанию своего хозяина, их также могут набрать в армейские отряды смертников или заставить выполнять самую тяжелую работу, у них отсутствовала всякая надежда, единственным их спасением была смерть от болезни или истощения, их потомки также были бы рабами, без надежды. Ваше величество, мы все готовы умереть, защищая королевство. Солдаты смотрели на молодого короля Чимбарда, кровь бурлила в их телах, это сильно повлияло на Фея, все заботы в его голове исчезли, остались одни только храбрость и гордость. Когда он собирался что-то сказать, то задумался о чем-то и обернувшись спросил Баззира, который тихо стоял в стороне, Баззир, что ты думаешь, я должен выбрать, оборона это лучший вариант, у нас есть все шансы, я считаю, что ваше величество не должен сдаваться. Баззир торжественно ответил, ответ удивил Фея, он считал, что этот мрачный старик в красном одеянии был робок и предпочел бы капитуляцию. Кто знал, что Баззир с серьезным видом заявит, что он как и все, предпочтет сражение капитуляции, тем не менее, у Фея больше не было времени на раздумья, он знал, что должен принять окончательное решение, которое бы не разочаровало всех его верных последователей. Под пристальными взглядами множество людей, которые на него смотрели, он повернулся к зубцам и закричал, вы ведь слышали ответ моих солдат, возвращайтесь назад и скажите, своему трусливому мастеру, что, если он хочет, замок Чимборд, пусть приходит, как настоящий воин с мечом в ножнах, а не как интриган играющий в свои грязные игры и пытающийся подорвать наше единство. Воины Чимборда предпочитают умереть в бою истекая кровью, нежели струсить и сдаться на милость врагу. Слова Фея только разогрели моральный дух и стремление к бою у солдат, последнее предложение особенно взволновало и покачнуло колено преклоненных солдат, они чувствовали, как что-то вот-вот взорвется у них в груди, им хотелось рычать, словно дикие звери, под защитной стеной. Выражения лиц четырех рыцарей изменились, причина, по которой рыцарь в серебряной маске все это задумал, чтобы пошатнуть боевой дух и единство защитников Чимборда. Он хотел устроить конфликт между королевской властью и обычными гражданами, так бы его армия быстро и без какого-либо напряга покорила царство. Они находились глубоко на территории империи Зенит. Если вся осада займет слишком много времени и империя узнает о ней, все их усилия и время будут потрачены впустую. Они не ожидали, что отсталый король Чимборда использует их стратегию в своих же интересах и поднимет мораль солдат. План серебристого рыцаря полностью рухнул. Черный рыцарь первый настолько обезумел, что начал смеяться. Он повернул копье, на котором висел шлем и разбил его об оборонительную стену на части. Он снова перебросил копье и направил его на фоя стоявшего на верхней части оборонительной стены. И высокомерно поклялся, ты неблагодарный мешок говна. Мой хозяин проявил щедрость и готов был позволить тебе и твоим людям жить. Тем не менее, вы просто предпочли сдохнуть, как свинья, дабы показать свою жалкую отвагу. Ваши низшие, грязные жизни ничего не стоят, трепещите. Скоро вы заплатите за свое высокомерие. Когда замок будет захвачен, женщин разорвут прямо перед вашими глазами, черепа старцев и детей будут сложены в горы, а ты. Он указал на фоят и тормоз, тебя порежут на мелкие кусочки и превратят в тушеное мясо, дабы накормить наших лошадей. Клянусь, после окончания своей речи он повернул лошадь и собирался уходить. Тем не менее, крепкий парень Пирс на оборонительной стене был в бешенстве от того, что сказал первый. Он выхватил лук и стрелу у лучника, стоявшего рядом с ним, натянул лук и закричал. Ублюдок, ты хочешь просто уйти после того, как оскорбил моего короля? Получи и распишись. В уш стрела летела точно в спину черного рыцаря. Тинг первый взмахнул копьем и с легкостью заблокировал стрелу. Повернув голову он посмотрел на Пирса, беловолосый сопляк, у тебя силенок не хватает. Я тебя запомню. Просто подожди немного, когда мы завоюем замок, я отрублю твою голову и наколю ее на кончик этого копя. Пирс с рождения обладал нечеловеческой силой, но у него не было никакой энергии, а именно звезда определяет воина. Тем не менее, первый стал однозвездочным воином давно. Они были на разных уровнях, нет никакого способа для Пирса нанести урон первому, так что первый даже не принял его атаку всерьез. Первый высокомерно осмотрел лица защитников стены и громко смеясь начал возвращаться. Но в этот момент будет лучше, если ты оставишь свою голову здесь. Грохот раздался на оборонительной стене. Появилась вспышка синей энергии и со стены спрыгнула фигура. Он быстро взмахнул саблей в полете, и волна синей энергии полетели в сторону первого со скоростью света. Она выглядела неудержимой и имела огромную мощь. Это на мгновение тень смерти нависла над первым. Его зрачки сузились. Он попытался заблокировать волну синей энергии копьем, одновременно думая о способе отступления. Но, треск-треск-треск, после ряда четких звуков, копье было разбито на несколько крупных осколков. Синяя энергия вокруг силуэта увеличилась и вспыхнула в глазах наблюдателей пару раз для борьбы с первым. После этого он прыгнул, схватился за основание стены, увеличил силу импульса и запрыгнул обратно на оборонительную стену. Его движения были опрятным и быстрым. Все были шокированы тем, что произошло. После того, как они осознали произошедшее, тот богоподобный силуэт уже вернулся к верхней части оборонительной стены, держа в руке голову, глаза которой были широко открыты. Это была голова первого. Более того, человек, который держал голову, был боец номер один Чимбарда, воин трех звезд Фрэнк Лэмпорт. Его сила шокировала всех на поле боя. Поле битвы погрузилось в гробовое молчание. Вдруг, по. Под стеной обезглавленный труп первого, что был на лошади, упал и ударился о землю. Кровь фонтаном полилась из шеи и быстро окрасила землю под ним. Лэмпорт всего за несколько ударов убил и обезглавил этого высокомерного черного рыцаря, который бахвалился всего несколько секунд назад. Он сделал то, что собирался сделать Пирс. Никто не ожидал, что молчащий Лэмпорт атакует так внезапно. Огромная сила воина трех звезд была полностью продемонстрирована Лэмпортом. На оборонительной стене Лэмпорт предстал перед врагами как демон, с головы которую он держал до сих пор капала кровь. Ее широко открытые глаза были наполнены ужасом и с сожалением. Оскорбление моего короля и уничтожение шлема переговоров карается смертью. Лэмпорт кричал, используя для этого свою энергию. Голос прозвучал громко и ясно, так что каждый вражеский солдат услышал его, даже рыцарь в серебряной маске на другой стороне широкой реки. Голос звучал словно гром, особенно ударение на слове «убить». Это шокировало врага и посеяло легкий хаос в их рядах, в соответствии с правилами и военными обычаями на Азератском континенте. Даже если переговоры провалились, сторонам было запрещено разрушать шлем на конце копья. Это было неуважение и оскорбление бога войны. Первый сломал шлем и оскорбил вражеского короля. Эти действия были запрещены, так что он заслужил смерть. Фэй посмотрел на Лэмпорда. Он был в шоке. Это настоящий воин. Во вчерашнем сражении Лэмпорт пролетел с воином трех звезд Лэнсом и не смог показать себя, но убив воина одной звезды так словно ел пирог. Он доказал, что заслужил уважение и почитание солдат. Фэй знал, что он был слабее него. Но, как король, который любил показать себя, он не мог упустить такой шанс. Он запрыгнул на зубчатую стену, взмахнул топором и крикнул трем черным рыцарям, которые до сих пор не отошли от шока. Уебывайте! Вопя Фэй использовал умение варвара рёв. Из-за расстояния между Фэй и черными рыцарями это только немного удивило их и они не испытывали давления. Однако целью Фэй были не три черных рыцаря ранга одной звезды, а лошади, на которых они сидели. Они не имеют какой-либо силы воина звездного ранга. Глава 32. Преждевременные рождественские подарки. Хотя сила рёва была значительно уменьшена к тому времени, как она достигла нижней части оборонительной стены. Этого было достаточно для того, чтобы повлиять на обычных лошадей. Лошади начали ржать в ужасе, они потеряли свои силы и попадали на землю, испражняясь повсюду. Это застало трёх черных рыцарей врасплох, и они быстро спрыгнули со своих лошадей. Ты ёбаный! Независимо от того, насколько сильно они избивали своих лошадей, это не помогало, как будто эти хорошо обученные боевые лошади были одержимы. Они выли, но не могли встать. Ахахаха, смотри, они мочились под себя. Хаха, уёбывайте, ублюдки! В следующий раз приходите с оружием. Вы хотите сдаться? Мечтайте! Попробуйте на вкус мой топор. Вам и жизни не хватит на то, чтобы завоевать Чимборд. Мы преподадим вам самый незабываемый урок. Хахаха, вы боитесь? Идите поплачьте к своей мамке. После того, как увидели, что солдаты Чимборда разразились смехом, некоторые солдаты начали высмеивать рыцарей, а некоторые даже вынули своих питонов и начали мочиться на них, пока те были под оборонительной стеной. Дзынь, дзынь, дзынь! Некоторые солдаты начали греметь оружием. Могучий и мощный звук металла в дополнение к тому, что сделали Лэмпортов и избавил их от всех страхов. Даже самые робкие солдаты были возбуждены боем и хотели прикончить парочку врагов. На другой стороне реки Зули, увидев, что случилось вдалеке, даже рыцарь в серебряной маске, который выглядел спокойным и расслабленным был очень зол. Он хотел использовать эти переговоры, чтобы разорвать единство в Чимборде и создать внутренний конфликт, а также уменьшить их боевой дух. Даже если Чимборд не сдался бы, то его оборонительные способности упали бы до рекордно низкого уровня и было бы намного легче завоевать королевство. Однако, он не ожидал, что все выйдет подобным образом. Гнев и глупое поведение первого нарушившего неписанные правила переговоров на поле боя дали Чимборду вескую причину для нападения на него. Первый не просто потерять свою жизнь, но и дал Чимборду возможность увеличить мораль их солдат и уменьшить боевой дух противника. Дерьмо! Рыцарь в серебряной маске не мог не злиться. Он не знал почему, но чувствовал, что осада замка Чимборд не дастся ему так легко, как он хотел. Мастер, пожалуйста, позвольте мне убить этого высокомерного воина трех звезд. Лэнц чувствовал, что для него это прекрасная возможность искупить свою вину. Он подошел и просил. Некоторые из других черных рыцарей тоже стали нетерпеливыми. Их союзники один за другим гибнут в Чимборде. Они ощутили, что их гордость слуг рыцаря в серебряной маске ставится под сомнение. Они изъявили свое желание участвовать в осаде Чимборда. Но рыцарь в серебряной маске крепко сжал поводья своей лошади. Суставы на его пальцах побелели из-за того, что он приложил слишком много силы. Он пытался вытерпеть гнев в его душе. Подумав немного, он махнул своим подчиненным и внезапно остановил их, после чего сказал глубоким голосом, «Слушай мой приказ, остановить наступление. Мы начнем снова после обеда». Лэндс и Черные Рыцари были удивлены, они не ожидали такой команды. Боевой дух этих низших форм жизни на высоте. Если мы начнем осаду сейчас, мы попадем в ловушку этого отсталого короля. Рыцарь в серебряной маске указал на Чимборд хлыстом и спокойно сказал, «После обеда, когда у них поубавится боевого духа, это будет наилучшее время для осады. Как только начнется осада, используйте все штурмовые лестницы и осадные машины. Я хочу, чтобы этот грешный замок был захвачен в течение получаса. Мы вырежем их всех в течение трех дней дабы отомстить за моих воинов». Его спокойный голос превратился в рык, когда он закончил. Он развернул лошадь и направился обратно на базу. На оборонительной стене, через три минуты Фейбрук смотрели друг на друга. Все на стене подумали, что после того, как Лэмпорт убил черного рыцаря, враги будут возмущены и сразу начнут атаку. Все солдаты были готовы к этому. Кто знал, что через три минуты агрессивная атака не начнется. Формацией враги все также занимали весь мост. Они не двигались и просто стояли вне досягаемости атаки стрелков. Черт, что происходит, Фейб был в замешательстве. Он даже подумал, что голову вражеского командира легнул его осел, и теперь он не мог мыслить здраво. Однако, что было более вероятно, он собирался выкинуть еще один трюк. Брук напряженно думал рядом с Фейбрук. Он чувствовал, что намерение противника было трудно предугадать. Хотя они ожидали молниеносной осады этого не произошло. Больший и быстрый штурм превращался в недолгое перемирие. Как командующий, назначенный королем Александром, Брук чувствовал, что у него много ответственности, так что ему пришлось быстро анализировать намерения противника. Подумав некоторое время, Брук посмотрел на горы, окружающие королевство. Чтобы убедиться, что враги не атакуют с флангов, Брук скомандовал паре толковых солдат проверить вершины трех гор, просто на случай, если враги отправили воинов звездного ранга, чтобы подняться на гору для осады со всех сторон. Прошло еще 15 минут. Время шло, атмосфера на оборонительной стене изменилась. Фэй вдруг обнаружил, что некоторые солдаты начали расслабляться. Руки отпускают рукоятки оружия, и их взгляд теряют фокус. Если предыдущее состояние солдат был похож на лук, который был вытянут на максимум, то теперь лук был не натянут вообще, это не к добру. Мораль, которую Фэй поднял с большим усилием, постепенно истощаются из-за странного поведения противника. Черт, может ли быть это стратегией вражеского командира? Если это, Фэй занервничал, если это их план, то у нас большие проблемы. Это дало довольно много информации. Ваше Величество, вражеский командир умнее и сильнее, чем я ожидал. Он может контролировать себя и хорошо понимает человеческий разум. Мораль очень интересная вещь. Если командир мог использовать ее в своих интересах, можно было заранее определить исход битвы. Что нам делать? После того, как Фэй понял, чего хочет враг, он не смог придумать контрстратегию. Было очевидно, что командир противников использовал грязный трюк. Несмотря на то, что его намерение было обнаружено, единственный способ для Чимбарда использовать высокий моральный дух в своих интересах, чтобы начать битву. Тем не менее, для Чимбарда, который имел ограниченную военную мощь, отказаться от их преимущества местности, чтобы начать бой было, как искать свою собственную смерть. Но если все так продолжатся и каждый солдат будет постоянно на готове, тогда рано или поздно они сломаются под таким давлением. Подумав немного, Фэй отозвал Брука в сторону и приказал ему разделить солдат на две группы. Пока враги не атакуют, одна группа будет стоять на страже и наблюдать за вражескими действиями, другая же будет в это время отдыхать. Они будут меняться каждые 20 минут, чтобы ни у кого из солдат не наступило переутомление и они оставались бодрыми. Это лучший план, который смог придумать Фэй. Через 20 минут солнце было в зените, солнечные лучи полили, толстые доспехи, тяжелое оружие и нервное напряжение от близости многочисленных врагов заставляли солдат потеть. Фэй стоял на оборонительной стене и наблюдал за врагами даже сильней, но он чувствовал, что они, похоже, не собираются пока атаковать. Фэй подумал и решил не тратить время таким образом. Каждая минута и секунда была драгоценна для него. Он должен быть попасть в мир Диабло как можно скорее, чтобы повысить свой уровень и увеличить силу. Это значит лучше, чем просто ждать. Фэй повернулся и отправился в дозорную башню на оборонительной стене. Он поставил пирса, который держал королевский меч на страже. Фэй сел на камень и закрыл глаза, потом сконцентрировался, чтобы связать с холодным и таинственным голосом. Ответ он получила быстро. Достаточное количество силы духа. Сканирование и колебания души. Подтверждение вход в мир Диабло 3. 2. Один. Дин. Вход. Фэй снова выбрал варвара. Он появился на кладбище в холодных равнинах. Труп кровавого ворона лежал перед ним. Золотые монеты и предметы окружили его. Тем не менее, не было времени для него, чтобы забрать их. Потому что он вновь вошел в мир и монстры на могильнике были обновлены. Многочисленные развращенные разбойницы и падшие шаманы начали атаковать, увидев что, кто появился на их территории, очередной раунд битвы начался. С некоторым усилием Фэй снова уничтожил монстров на могильнике. В конце концов он успел забрать предметы и монеты. Когда он поднял три синих магических предмета под трупом кровавого ворона, он подвинул труп немного. Он вдруг увидел какой-то желтый свет, может быть. Фэй был взволнован, потому что это был цвет редких элементов. Его рука дрожала, когда он двигал труп кровавого ворона в сторону. Там было больше, чем один редкий предмет. Черт, похоже, я был хорошим в этом году. Рассанта преждевременно принес мне немного подарков. Там было три редких желтых предмета. Щит с черными крючками, странно выглядящий меч и тонкие бронзовые перчатки. Все три были неопознаны, поэтому Фэй не знал их реальной ценности. Увидев три желтых предмета, Фэй больше не волновали синие, поэтому он просто бросил все в инвентарь. После того, как он собрал все золотые монеты с земли, Фэй открыл свое окно характеристик. ПС. Ранги предметов по цвету. Простейшие обычные предметы – белые. Магические предметы – синие. Редкие предметы – желтые. Части комплекта – зеленые. Лучше уникальные предметы – золотые. Глава 33. Горячая наемница после того, как Фэй взял все предметы и монеты, он открыл свое окно характеристик игрок. Фэй класс. Варвар уровень. 7 опыт. 35 тысяч. 140 тысяч сила. 51 ловкость. 20 интеллект. 10 живучесть. 34 урон. 30-43 точность. 114 броня. 77 выносливость. 1124 здоровья. 126 ресурс. Ярости. 19 сопротивление огню. 0 сопротивление холоду. 0 сопротивление электричеству. 15 сопротивление яду. 0. Сейчас характеристики стали лучше, чем в начале. Но одно было очевидно – этого все еще недостаточно, чтобы решить его проблемы в реальном мире. По грубой оценке Фэй, пятый уровень в мире Диабло был равносилен воину одной звезды. Находясь в промежутке между 5М и 10М уровнями, он мог легко убить воина ранга одной звезды и если судить по тому, как он расправился с Конкой, будет большой угрозой для воина ранга двух звезд. Однако одолеть воина ранга двух звезд, который будет эффективно использовать свои способности, будет не так-то просто. Тем не менее, было бы невозможно не выиграть. Но при столкновении с воином ранга трех звезд, таким как Лэн Цилил Импорт, если Фэй не использует скрытые атаки, у него будет нулевой шанс победить. Фэй верил, что когда он достигнет 10 уровня, то сможет без проблем сражаться с Лэн Цем без использования способностей Типарев. Именно поэтому Фэй должен был использовать свое время мудро и как можно скорее повысить уровень. Как только его варвар достигнет 10 уровня, шансы Чимборда на победу возрастут. Фэй снова начал свое путешествие в мире Диабло. Бызызызызызы. Фэй открыл инвентарь и использовал свиток городского портала. Голубой портал овальной форме появился возле него. Фэй шагнул в портал и вернулся в разбойничий лагерь. В первую очередь он отправился в жрицы Акари. Фэй купил фолиант городского порта и фолиант идентификации каждый из которых содержал по 20 свитков. Они помогут сэкономить место в инвентаре. Если бы свитки были по отдельности, то 40 свитков займут все свободное место и его не останется для чего-нибудь еще. Поскольку жрица Акара покупала все очень дешево, Фэй не хотел продавать ненужные вещи ей, он покинул Акару и отправился в пустую палатку, где начал использовать свитки идентификации чтобы распознать полученные вещи. Фэй начало с трех редких желтых предметов. Первым был щит с черными крючками на нем. После использования свитка идентификации все свойства щита появились в разуме Фэя. Лазурный щит с шипами защита. 20 блок. 25% прочность. 10-10 требуется сила. 35 требуемый уровень. 7 особые свойства. Плюс 9% сопротивления холоду. Плюс 17% восполнения здоровья. Скорость регенерации. Плюс 7 ресурса ярости. Бесплотный невозможно починить. Свойства щита были очень хороши. Это был лучший щит для варвара. С ним защита Фэя поднимется на новый уровень. Единственной недостатком щита была прочность 10 пунктов и его нельзя было починить. Как только он сломается, то будет потерян навсегда. Однако плюсы сильно перевешивали минусы и этот щит был тем, который нужен Фэю в данный момент. Он оснастил, надел его без колебаний. Затем он продолжил идентификацию. После использования еще одного свитка идентификации свойства золотого меча тоже появились. Сабля шторма. Одноручный урон. 3-7 прочность. 24-24 требуемая сила. 25 требуемая ловкость. 20 особенные свойства. Плюс 1 минимальный урон. Плюс 16 точность. Плюс 51 урон понежити. Плюс 69 точность понежити. Плюс 5 урон молнией. Плюс 6 урона ядом каждые 2 секунды. Свойства меча были удивительными, как раз такими какими должен обладать редкий предмет, подумав Фэй также экипировал его. В мире Диабло за исключением вещей типа доспехов или колец, которые модно носить по одному за раз, персонаж мог иметь два набора оружия, между которыми можно было переключиться в разных ситуациях. Фэй экипировал лазурный щит с шипами и штормовую саблю как оружейный набор. Меч был в правой руке и щит в левой. Они были идеальным запасным оружием. Большой двуручный топор все еще оставался главным. Пришло время определить последний желтый предмет. Бронзовые перчатки. Свойства появились после использования свитка. Бронзовые перчатки. Самовосстановление защита. Плюс 6 прочность. 14 14 специальные свойства. Точность. Плюс 15 сопротивление огню. Плюс 10 процентов. Сопротивление холоду. Плюс 15 процентов. Самовосстановление прочности. 1 в 33 секунды. Еще часть снаряжения. У Фэй начала кружится голова, и он ущипнул себя, чтобы убедиться, что он сейчас не спит. ПП. Самое забавное то, что он сейчас как раз таки спит. Все три редких желтых предмета имели удивительные характеристики, и самое лучшее то, что Фэй мог надеть их сразу же, будучи варваром 7го уровня. Он чувствовал, что эти три предмета были сделаны специально для него. Он надел бронзовые перчатки самовосстановления и избавился от старых изношенных кожаных перчаток. Три желтых редких предмета светились на нем. Он чувствовал себя невероятно сильным. Он с нетерпением ждал похода к болотам и сражения с монстрами, просто для того, чтобы опробовать его новый наряд. После завершения идентификации он отправился к женщине-кузнецу Черси. Он продал все ненужные синие магические предметы за 18666 золотых монет. Видя эту 21000 золотых монет в его инвентаре, Фэй посетила чувство выполненного долга, а также подъем с нищего до принца в денежном плане. Время поджимало. После завершения дел Фэй починил все свои вещи у Черси, купил металлический шлем и пару тяжелых кожаных ботинок, затем быстро отправился в следующий пункт назначения. Следующая остановка была Кашия, военачальник лагеря разбойников. Он завершил квест кладбища сестер и пришел, чтобы забрать свою награду. О, Бог благословил нас! Молодой путешественник, вы действительно убили грешную предательницу. Поздравляю, вы заслужили мое доверие и дружбу. В качестве награды вы получите сильную женщину-разбойника. В качестве наемника Кашия была удивлена, что Фэй успешно выполнил это задание. После того, как она закончила говорить, молодая красивая девушка-разбойник-лучница вышла из палатки за Кашией и подошла к Фэю. Это Елена, самая сильная лучница-маг в лагере разбойников. Молодой путешественник, отныне Елена должна быть на вашей стороне и сражение с вами. Кашия представила Фэю женщину-воительницу-разбойницу. Фэй внимательно ее осмотрел. Эту молодую лучницу-мага, звали Елена, ей было около 21 года. Она была не намного ниже Фэя. Ее длинные огненно-красные волосы были подвязаны сзади грубой тканью, а ее фигура была красива. Она носила грубую кожаную броню, которая защищала только жизненно важные точки. Пара кожаных сапог да икр, но большая часть ее бедер была открыта. Боевой кожаный килт выступал в качестве мини-юбки. Ее привлекательность почти довела Фэя до носового кровотечения. Несмотря на ее привлекательность, Фэй чувствовал, что вокруг этой лучницы-мага витала особая атмосфера мужественности и храбрости, чего у обычных девушек не было. «Здравствуйте, по приказу руководителя Каши, я буду сражаться на вашей стороне, молодой воин». Елена не любила много говорить. После того, как она сказала это, она встала за спиной Фэя как телохранитель. Выражение ее лица было очень спокойным. Фэй чувствовал, что хотя она выглядела холодной и независимой с ней было легко разговаривать. Фэй вспомнил последствия борьбы с наемником, которые он узнал на земле из оригинальной игры. Если он не ошибается, сражение бок о бок с наемниками приведет к большому увеличению скорости прокачки. Он поблагодарил Кашию и пошел к жрице Акари с его горячим телохранителем и получил третий квест. Поиск Кайна это задание было немного сложнее. Фэю необходимо пересечь подземный проход и найти таинственный свиток в темном лесу под древом Инифус. Затем он должен был вернуться к жрице Акари, чтобы получить переведенный свиток, который бы дан Фэю последовательность номеров. Далее ему необходимо будет по этой последовательности коснуться пяти каменных колонн на каменном поле. Это откроет портал, который способен послать Фэя в таинственное пространство, где непристойный старик Кайн был заперт в клетке на дереве с кучей демонов. Фэй должен будет убить всех демонов в этом пространстве и освободить старика, чтобы завершить квест. Глава 34. Неожиданное изменение. Этот квест был сложный, но очень важный для сюжета в мире Диабла в целом. Это потому, что после того, как игрок спасает непристойного старика Кайна от таинственного пространства под названием Тристром, старик остается рядом с игроком, куда бы он ни пошел и выдает все типы заданий, чтобы связать воедино сюжет в Диабла. Перед тем, как начать задание он дважды проверил свои предметы и детали задания. Это не было слишком сложным для Фэя в его текущем состоянии. После расчета времени Фэй чувствовал, что он мог закончить поиски в течение двух часов, если все пройдет гладко. Там будет также дополнительное время для него, чтобы делать то, что он планировал, прежде чем он будет вышвырнут. Фэй решил пойти ли найти дерево Энифус. Прежде чем он покинул лагерь, он посмотрел на горячую наемницу Елену, которая спокойно следовала за ним. Он подумал о чем-то и пошел обратно к кузнецу Черси. Он перевел около 1000 золотых монет и купил крепкий лук, тяжелые кожаные доспехи, пару тяжелых кожаных сапогах и шляпу, которая была сделана для женских персонажей. Эй, красавица, ты можете использовать эти предметы, не так ли? Яркая улыбка была на лице Фэя. Он сказал Елене, ты можешь их взять, а затем надеть их, тогда при встрече с монстрами и демонами у тебя будет немного больше силы, что увеличит наш шанс на выживание, это. Это для меня, Елена была удивлена. Она не ожидала этого вообще, это кажется слишком невероятным. Ты думаешь, что я что больной, чтобы пользоваться женскими предметами? Фэй чувствовал, что горячая наемница перед ним была очень взволнована, он был немного смущен. Эти предметы стоимостью около 1000 золотых монет не очень по стандартам Фэя. Это было как сравнение небольшого участка травы и большого дерева, если бы Елену поставили рядом с Фэем и сравнили их оружие и доспехи. Почему ты так волнуешься? Фэй не понимал. Спасибо, молодой воин. Убедившись в том, что эти предметы были предназначены для нее, Елена успокоилась. Она поклонилась и поблагодарила Фэя и взяла вещи и ушла в палатку за черси. Вскоре из палатки доносились звуки переодевания Елены. Фэю хотелось иметь рентгеновское зрение. Через 20 секунд Елена вышла наружу. Глаза Фэя заблестели. Текущий вид Елены был чертовских хорош. Тяжелые кожаные доспехи светло-синего цвета подчеркивали ее идеальное тело. С луком в руках и стрелами за спиной она выглядела как богиня войны. Ха-ха, он подходит тебе идеально. Пойдем. Фэй чувствовал, что в любой момент из его носа может пойти кровь. Он притворился, что все нормально, развернулся и пошел к выходу из лагеря. Причина по которой Фэй купил эти предметы для горячей наемницы не только потому, что он был извращенцем. Елена была великим бойцом. Увеличивая ее силы, Фэй сможет быстрее выполнить свои задания. Улыбка появилась на лице Елены, но она исчезла в следующую секунду, и ее спокойное поведение вернулось. Она ничего не сказала и тихо последовала за Фэем. Ах, три падших шамана кричали падая на землю. Бзынь. Синий магический предмет выпал из тел монстров. Фэй был в восторге. Он поднял предмет и увидел кольцо уникальной формы. Оно не было опознано, поэтому Фэй не знал, какими свойствами обладает кольцо. Использовав свиток идентификации, Фэй узнал, что это было мерцающее кольцо. Плюс восемь ресурса ярости, плюс пять радиус обнаружения. Оно было не очень полезно для варвара, который дерется в ближней бою. Но Фэй взял его. Оно все равно лучше, чем ничего. Пока Фэй занимался этим, Елена, сохраняя настороженность, внимательно осматривалась. Фэй почувствовал себя странно. Казалось, Елена даже не видит вещей выпавших с монстров. Из-за этого горячая наемница выглядела необыкновенно, как будто она является мимом. Возможно ли, что жители мира Диабло такие, как Елена, не способны видеть предметы, выпавшие из монстров? Что-то поразило Фэя. Выходит, в этом мире только я один могу получать предметы от убийства монстров. Эта гипотеза удивила Фэя. Он почувствовал, что узнал нечто, но пока не до конца уловил всю суть. Времени было мало. Фэй и Елена быстро перемещаются по карте. В самом глубоком месте каменное поле было соединено с холодной равниной. Фэй и Елена прошли через портал, который привел их обоих к подземному проходу. После того, как они вошли в подземный проход, все, что они могли видеть — это тьма. В проходе было темно и не было видно света, и леденящий ветер дул им в лицо. Острые и разрушительные крики монстров эхом прокатился по самой глубокой части прохода. Рыбное зловоние заполнило проход и сделал его еще более ужасающим. «Будь осторожней, держитесь за мной, запомни, никогда не иди впереди меня». Фэй обернулся и приказал наемнице. Он был варваром, у которого врожденно было больше здоровья и брони. Он мог действовать как танк, который заблокировал бы все повреждения в передней части. Елена с другой стороны была дальнего боя магической лучницей. Она имела большой урон, но низкий уровень здоровья и брони. Если монстры приблизятся к ней, она была бы в опасной ситуации. Елена была ошеломлена. Она не ожидала, что молодой путешественник перед ней может принять такое решение. Это полностью отличалось от страшных мифов, которые передавались в лагере разбойников, где путешественники могли получать максимальную отдачу от них как от возможных наемников. Прежде чем Елена думала, что ее судьба будет как у женщины-разбойницы 60 лет назад, она будет использоваться в качестве приманки, чтобы привлечь монстров для Фэя и выступать в качестве живого щита. Но, пока горячая наемница была изумлена, Фэю же рванул вперед. Рев. Фэй использовал боевой клич Рев, размахивая своим огромным топором. Он ударил три раза и разделил трех чертей, которые спешили к нему на шесть частей. Давай, мы должны двигаться быстро. Развернувшись, сказал Фэй Елене, продолжая прорываться. Вскоре он исчез во тьме. Елена наконец пришла в себя и последовала за ним. Многочисленные монстры и демоны ринулись в сторону Фэя как наводнение. Он шагнул вперед и уже собирался нанести удар, когда услышал свистящий звук, исходящий из-за его спины. Синие стрелы пролетавших мимо Фэя и попали прямо в голову четырем монстрам. Магия на стрелах взорвалась и превратила их в ледяные статуи. Не оставив жизни внутри них, хорош, Фэй показал Елене большой палец. Разбойница была не просто милой девочкой. Она обладала выдающимися стрелковыми навыками. Все ее четыре стрелы точно попали в проворных монстров, несмотря на окружающую тьму. Этим она доказала свою ценность для Фэя. Елена не реагировала на комплименты Фэя. Ее тетива продолжал натягиваться, свист, свист, свист. Еще три стрелы послали еще трех чертей обратно в ад. Фэй обнаружил, эта горячая наемница была ледяным магическим лучником. Все стрелы, что она пускала были не просто мощным, а буквально наносили тонны урона. Они также снижали их скорость передвижения и атаки. Она была наилучшей поддерживающей наемник, на который Фэй мог надеяться. Они продолжали двигаться через проход. Подземный проход был похож на лабиринт. Там было очень легко заблудиться. Было много кривых путей и развилок. Монстры нападали из различных укромных мест и темных углов. Это было похоже на упрощенную версию ада. Дул холодный ветер и чудовища визжали. Фэй совершил достаточно убийства и имел достаточно опыта, чтобы не бояться. Елена выглядела опытной в подобных сценах и не выглядела напуганной. Каждый раз, когда она натягивала тетиву, был убит монстр. Конечно, когда сталкиваешься с обезображенным демоном, гигантским пауком и йети Виндига, которые были высокоуровневыми монстрами, требовалось больше усилий, чем просто одна стрела. Без помощи Фэя она должна была выпускать три стрелы в каждого из них. Кроме того, она должна была держаться от него на расстоянии и от монстров, чтобы в полной мере использовать свой лук и стрелы. Примерно через 20 минут их согласования стали более искусными. Как будто они точно знали, что другой человек собирается делать. Они едва разговаривали друг с другом, но стали более согласованными. Фэй взмахнул топором и разрубил всех монстров, что были рядом с ним, в то время как Елена выстрелила ледяными стрелами, чтобы убивать монстров на расстоянии. В таком темпе они быстро двигались. Это было быстрее, чем ожидал Фэй. Если мы сможем сохранить этот темп, мы смогли бы прийти в темный лес и найти этот чертов свиток под деревом и нефус менее чем за полчаса. Фэй становился все более оптимистично настроен в отношении к заданию. В этот момент произошло нечто неожиданное. Ах-х-х! Горячая наемница, которая стреляла в монстров позади Фэя вдруг закричала. Фэй услышал панику, гнев и печаль в ее крике. Будто случилось что-то страшное. Глава 35. Неожиданные действия Елены Фэй был в шоке. Он быстро обезглавил монстров перед ним и обернулся, чтобы посмотреть что случилось. Оказалось, что Елена не подверглась нападению монстров. Тем не менее она бездушно смотрела на вход в сумеречную пещеру, расположенной неподалеку. Ее тело было в ступоре, и ее рука, которая держит лук, бесконтрольно трясется. Слезы капали вниз на ее бледное лицо, когда она смотрела на почерневший объект. Фэй заволновался. Он бросился к Елене. Когда он подошел ближе, он увидел, что почерневший объект был погибшей трупом женщины-разбойницы. Труп был облачен в потертую кожаную броню, являвшейся стандартной для женщин-разбойников. Кроме того, у нее, у трупа, пыпы, были рыжие волосы. Она выглядела моложе Елены, приблизительно лет 17. Безусловно, она была замучена монстрами пока была жива. Ее грудь была разорвана, а сердце отсутствовало. На ее левом бедре были ужасные рваные раны, на правом бедре отсутствовала плоть, из-за чего виднелись кости. Это выглядело так, будто что-то или кто-то ело ее, а боже, нет. Она. Она Нина. Она пропала, когда мы были в поисках пищи в кровавом болоте, и она была. У Елены не осталось сил, чтобы стоять, упав на колени она не могла сдерживать слезы. Ей было только 17, и это был первый раз, когда она покинула лагерь и участвовала в задании. Она вызвалась добровольцем. Нина упорно работала в лагере. Неважно, насколько тяжелой была работа, у нее всегда была светлая улыбка на лице воодушевляющая и заставляя нас смеяться. Как это могло? Аха-аха-аха, это своего рода истеричный смешок. Эти монстры должны отправиться в ад. Выслушав историю Елены, Фэй отчасти понял суть произошедшего. Было очевидно, что труп этой женщины был кем такова знала Елена. Она была схвачена монстрами месяц назад, пока они были на миссии и перенесла ужасную смерть в этой пещере. 17 лет это возраст, когда девушка должна наслаждаться жизнью и получать удовольствие, но судьба Нины была трагичной. Это огорчило Фэя, даже несмотря на то, что он не был с ней знаком. С первых минут нахождения в мире Диабла у Фэя было ощущение реалистичности этого мира. Он ощущал боль, когда получал травмы, все имели свой собственный разум. Он испытывал жажду, голод и усталость от долгих сражений, но, подсознательно, Фэй все еще рассматривал этот мир как игру. Однако, после того, как он увидел растерзанный труп перед собой и выслушал историю жизни Нины, ему показалось, что все его прошлые помысли были неверны. Что это мир, мир Диабла, был реален. Что жители этого мира не просто имели ум, у них также были эмоции и чувства. Они были людьми, а не каким-либо кодом или программным сценарием. Все хорошо, Елена, не надо плакать. Давай убьем всех монстров здесь и отомстим за Нину. Фэй не представлял, как должным образом успокоить эту плачущую красавицу. Взяв ее за руку, он поднял плачущую наемницу. Богиня войны, которая ранее ожесточенно убивала монстров, была так слаба, словно маленькая девочка которой требуется должный уход и опека. Фэй увидел ее слабости, спрятанные под маской спокойствия и независимой. Возможно, это было ее истинное лицо, подавляемое ужасным окружением. Не имело значения, насколько сильной или насколько спокойной она была перед монстрами. Елена была 21-летней девушкой. На Земле, большинство девушек этого возраста были в школе и имели светлое будущее. С другой стороны, в мире Диабло им приходилось много тренироваться для того, чтобы выжить и сражаться с ужасными монстрами. Это не было редкостью наблюдать, как умирают твои друзья или члены семьи, и не иметь возможности сделать с этим что-нибудь. Используя топор как лопату, Фэй вырыл в земле большую яму и закопал труп Нины. Перетаскивая труп, Фэй нашел что-то. Это не было золото или предметы, а полный карман семян. Маленькая девочка, которая вышла из лагеря разбойников, чтобы найти пропитание, спасла ее сокровища. Несмотря на то, что она умерла в таком окружении, Елена отнеслась к этим семенам как к ее самому драгоценному и аккуратно переложила их в свой карман. После того как тело Нины было похоронено, вдвоем они продолжили свое путешествие. Елена была сильно мотивирована произошедшим и выплескивала свою печаль в виде гнева в битве с монстрами. Фэй мало сражался, всякий раз как он собирался атаковать монстра в поле зрения, стрела отправляла его в ад прежде чем он успевал ударить. Отношение Елены к Фэй уразительно изменилось. Несмотря на то, что они до сих пор не разговаривали друг с другом, они продолжали пробиваться вперед через темный проход. Фэй чувствовал, что взгляд Елены в его сторону стал намного мягче. По мере их продвижения вперед они наткнулись на еще несколько женских трупов. К счастью, Елена не знала их, что спасло Фэй от многих трудностей. Тем не менее, он был сострадателен, поэтому ему потребовалось время, чтобы должным образом похоронить бедных разбойниц. Так как Фэй имел воспоминания об оригинальной игре, он выбрал путь, который привел их прямо к темному лесу, избегая похода на второй уровень подземного прохода. Было ярко, подобно тому, когда Фэй и Елена впервые вышли из портала подземного прохода в темный лес. Темный лес не был таким темным. Здесь было больше травы и деревьев, чем в кровавой пустоши и холодной равнине, хотя все же не так, как в лесу. Дождь обрушился с небес. Фэй посмотрел вдали и обнаружил толпы монстров и демонов. Они были гораздо агрессивнее. Когда те увидели двух людей, появившихся из портала, они начали нападать на них и громко кричать, шух, шух, шух. Полетел шквал морозных стрел, как если бы это были пули из пулемета, фух, фух, фух. Двуручный топор рисовал смертельную траекторию, когда Фэй сильно им размахивал. Под бойней этих двух безумных воинов монстры и демоны погибли так же быстро, как и напали. Фэй и Елена уничтожили монстров, словно они были опытными фермерами, собирающие свой урожай. Жалкие крики заполнили лес. Вдвоем они быстро приблизились к гигантскому засохшему дереву около 50 ярдов, 50 им в высоту в то время, как шли в крови и плоти монстров. Это было дерево Энифус. Под деревом были кучи гниющих трупов. Стаймух парил над ними. Некоторые трупы даже висели на ветвях дерева, с которых капала почерневшая кровь и гной. Вонь вокруг дерева легко может заставить кого угодно стошнить. Эта сцена была словно ад. Фэй зажал свой нос, медленно подошел к дереву, а затем легонько коснулся его. А. Свиток белого пергамента оторвался от дерева. Фэй поднял его и открыл. Там был большой круг, нарисованный из какого-то красно-черного материала, похожего на кровь. Круг содержал пятиконечную звезду и загадочные символы покрывали остальную часть свитка. Казалось, что это был один из волшебных свитков, но Фэй не мог ничего понять. Похоже, я должен отнести его Акари, чтобы получить перевод. Фэй бросил его в инвентарь, а также взял несколько ценных предметов, выпавших с монстров. Затем он использовал свиток городского портала, и появился синий портал. Фэй обернулся и дал понять Елене, которая его охраняла, чтобы та следовала за ним в портал. Однако у Елены появилось удивленное выражение на лице. Это свиток городского портала? Голос Елены дрогнул, как будто она не могла поверить своим глазам. Горячая наемница подумала про себя. Если бы у моих братьев и сестер были подобные этому магические свитки, сколько жизней можно было бы спасти? Может быть, Нина была бы еще жива? Да, это свиток городского портала, хотя Фэй заметил изменение настроения Елены, он не слишком задумывался над этим, что такого особенного в свитке городского портала, который стоит всего 80 золотых монет, время поджимало, а ему нужно было выполнить все то, что он запланировал. Больше не было времени, чтобы его можно было попусту тратить, так что он небрежно ответил и вошел в портал. Лагерь разбойников Фэй пошел прямо к жрице Акаре, чтобы получить свиток перевода. Елена последовала за ним и осторожно прошла через портал. Это был первый раз, когда она его использовала, чтобы вернуться в лагерь, так что в ее голове смешался шок с любопытством. Она планировала навестить своих сестер и рассказать им о смерти Нины, но после того, как немного подумала о своей новой личности и задании Фэй, она колеблясь в конце концов отказалась от своего плана. Примерно через три минуты Фэй примчался обратно со свитком и с пергаментом в руки. Почему ты не пошла поговорить со своими сестрами? Глава 36. Тристром Елена чувствовала себя защищенной и в безопасности, когда она рядом с этим молодым путешественником. Монстры, к которым она и ее сестры применяли немалую силу, чтобы убить, для него были как капуста. Все чудовища останавливались им и не могли даже приблизиться к ней. Этот человек был похож на непреодолимую стену, которая блокировала всю опасность. Реальность отличалась от того, что им рассказывала их мастер-наемник. Согласно знаний каждого, в том числе лидера Каши, наемники были просто инструментами, используемыми путешественниками. Некоторые подлые путешественники использовали своих бедных наемников, дабы привлечь монстров и использовать их в качестве живых щитов. Это привело к значительным жертвам в лагере разбойников. Но для того, чтобы поддерживать существование лагеря и защищать слабых жителей, которые не имели боевых способностей, женщины-разбойницы должны были наниматься в качестве наемников для путешественников и жертвовать собой. Очевидно, что молодой варвар-путешественник был не таким. Елена не знала, рассказы не соответствуют действительности, или же это ей просто повезло, что она встретила своего рода отважного путешественника. Может быть это из-за прошедшего времени. После 60 лет изоляции все прошлые путешественники исчезли, и лагерь стал заброшенным местом. Он был первым путешественником, который пришел в лагерь разбойников за эти 60 лет. Все изменилось. Елена нашла оправдание. Фейер смеялся, когда увидел слегка нервное выражение лица горячей наемницы. Ничего не сказав, он повернулся и пошел обратно к порталу. Елена, которая до сих пор не избавилась от странных мыслей в голове, быстро последовала за Феем. Фею потребовалось менее 10 минут, чтобы вернуться от темного леса к каменному полю. Это было быстро, потому что, когда Фей пошел, чтобы получить свиток перевода у Акары, он также купил два зелья здоровья, один для себя и один для Елены. Кроме того, обратный путь уже очищен от монстров, так что не было слишком много препятствий. Они быстро нашли каменные столбы. Фей вынул свиток перевода и осторожно коснулся пяти камней, расположенных на свитке, в определенном порядке. Внезапно небо приняло серый окрас, и все вокруг них потемнело. Суровые ветра возникли на равнине, поднимая все сухие листья с земли. Происходящее смахивало на конец света. В это же время, пять голубых лучей света выстрелили к пятью камням и медленно слились воедино, образуя гигантский кроваво-красный портал в центре между пяти камней. Он был похож на лужу крови, внутри мерцал желтый свет. Это портал в Тристерам, где был заперт непристойный старик Каин. Фей стоял вздыхая. То, как эти пять камней сияли, было довольно пугающим. Они сотворили много тумана. Елену совершенно потрясло происходящее. То, что она видела в течение последних двух часов, находясь рядом с Фейм, было более захватывающим, чем то, что она пережила за последние двадцать один год. После того, как мы пройдем через портал, нас встретят тонны монстров и демонов. Будь осторожна и двигайся позади меня, не рвись вперед. Фей повернулся и сказала Елене. Он чувствовал, что подчеркнуть не помешает, поэтому продолжил. Помни, если ситуация станет слишком опасной, просто развернись и убегай отсюда. Не упрямься. По сюжету, Тристерам был уничтожен пробудившимся Диабло. Он превратился в рай для монстров и демонов. Великий паладин Грисвелд также пал здесь и превратился в сильного демона. Он стал боссом Тристерама. Если Фей хочет успешно спасти Кайна, то ему придется применить кое-какие усилия. Фей уверен, что смог бы убить всех монстров в Тристераме, если двигаться не спеша. У него было около 20 малых зелий здоровья в его инвентаре. Этого достаточно, чтобы поддержать Фей и Елену в предстоящем бою. Однако, если запахнет жареным, он может быть не в состоянии защитить Елену. Если этого волшебного лучника окружат монстры, то несомненно разорвут на куски. Вот почему Фей систематически напоминал Елене о своей безопасности. После сказанного, Фей вошел в портал и исчез с каменного поля. Сердце Елены потеплело. Несмотря на то, что ничего особенного в том, что сказал Фей не было, она почувствовала, что его забота, забота направлена на кого-то рядом. Он единственный, кто заслуживает моих усилий и жертв. Она задумалась на некоторое время, а затем серьезное выражение появилось на ее лице, словно что-то решив для себя. Она быстро шагнула в портал, в чимборде. Солнце почти достигло центра неба. Таинственная закованная в черные доспехи армия все еще не двигалась. Она полностью заняла мост через реку Зули, как огромная черная змея шипящая красным раздвоенным языком ожидающая лучшего момента для атаки. Давление на оборонительной стене постоянно растет. Не было никакого шума на стороне реки. Каждый был напряжен. Солдаты и молодые люди потели как сумасшедшие. Ранее поднятый боевой дух утих до опасного уровня после нескольких часов ожидания. Хотя Брук менял солдат каждые 20 минут, давление все равно мучило и утомляло всех. Враги не подавали никаких признаков к началу осады. Постоянная тишина била как невидимый нож в психику солдат, постепенно срезая их боевой дух и храбрость. Сердце Брука начало опускаться, время постепенно брало свое. Перс нес меч короля и ходил взад и вперед с тревогой в глазах по сторожевой башне. Все смотрят сквозь разбитые стены сторожевой башни. Их глаза сосредоточены на молодого человека, который медитировал. Это был король Александр, который чудом выздоровел. Если кто-то сказал, что есть еще надежда для Чимборда в этот трагический момент, то надежда была на короля. Даже номер один воин в Чимборде Лэмпорт не смог обеспечить каждому чувство безопасности, в котором они нуждались, но почему-то ранее отсталый король утешал их сердца, которые были наполнены страхом. Вернувшись в Тристрам, сразу после того, как Фэй вышел из портала, куча скелетов окружила его, начав рубить своими клинками. Черт так много? И они столь агрессивны? Фэй мысленно выругался, а затем быстро взмахнул топором. Он ударил по горизонтали и бум. Три ближайших скелетов были разбиты на фрагменты. Настоящее испытание было еще впереди. Остальные скелеты поперлись к ним. За скелетами шли зомби, который двигался более медленными темпами, и павшие шаманы, которые были облачены в броню. Монстры и демоны в Тристраме мутировали, и их урон и защита увеличились в геометрической прогрессии. Тем не менее, Фэй был очень сильный. Везде, где двигался его топор, монстры кричали и умирали жестоко, но его скорость атаки была еще недостаточно быстрой. Он был ранен во время нападения, и здоровье его стало быстро падать. Это напугало Фея. Он использовал боевой клич «Рев», чтобы отпугивать монстров рядом с ним и дать ему возможность выпить немного зелья здоровья. Эффект Рева быстро исчезал, и монстры снова продвигались в его направлении. В этот момент свист, свист, свист. Ледяные стрелы градом полетели в сторону монстров. Елена, наконец, вышла из портала. Она вмиг натянула лук, заморозив всех близстоящих монстров. «Держи дистанцию, не спеши, держись позади меня!» Фэй крикнул Елене, как он снова атаковал монстров и преградил им путь. Таким образом Елена могла держать безопасную дистанцию и наносить стабильный урон. Фэй использовал «Рев» каждый раз, когда монстры подобрались слишком близко. Когда они были поражены «Ревом» и бросились бежать, Фэй преследовал их и отрубал как можно больше голов. Как только действие «Рева» заканчивалось, он будет повторять то же самое снова и снова. Спустя примерно 20 минут ничего не осталось от толпа низкоуровневых монстров. Фэйу наконец-то довелось посмотреть на город Тристром. Тристром был весь разрушен и в руинах. Некогда шумного города больше не было. Земля была заполнена трещинами, здания разрушены, и адский огонь горел везде, заставляя черный дым подниматься в темное небо. Жители города были убиты монстрами и превратились в ищущих крови нежити демонов. Они скитались и атаковали Фэй и Елену, когда увидели эту пару. Финальный босс Тристрома был падший паладин Грисвелд. Он был сильным и его трудно убить. Тем не менее, он спрятался в развалинах здания и охранял Кайна, который был в клетке. Это дало возможность Фэйу, чтобы как-нибудь подготовиться к финальной битве. Фэй и Елена шли медленно, стараясь не потревожить главного босса. Со временем они столкнулись с толпой скелетов-лучников. Эти лучники были очень умные, в отличие от скелетов, которые только знали, как атаковать на пролом. Они скелеты-лучники, только стреляют стрелами издалека, и большинство из них не приближались к Фэйу и Елене. Некоторые скелеты-лучники подкрались к Фэйу и Елене, чтобы напасть на них. Фэй подал сигнал Елене, чтоб та отступила, а сам тем временем перешел на второй набор оружия. Замерцал желтый свет. Лазурный щит с шипами и сабля-шторма оказался в руках Фэя. Он быстро приготовился и пронзил голову скелета-лучника, который подкрадывается к ним, а потом решительно покачал меч. Глава 37. Мастер, пожалуйста, не прогоняйте меня. Гу-скелет-лучник сморщился и все его белые кости стали темно-зеленого цвета. Это был специальный эффект повреждения от яда штормовой сабли. Кроме того, с дополнительным уроном меча против нежити, бедный скелет-лучник не имел даже малейшего шанса вернуть какой-либо урон. Он просто рассыпался на костяные фрагменты. Хитрые атаки Фэя работали на ура. Он отплатил ему той же монетой. В то время как Фэй наслаждался чувством выполненного долга, толпа скелетов-лучников стоявших дальше начали реагировать. Бинг-бинг-бинг. Все их луки натянулись до предела, и многочисленные стрелы полетели в сторону Фэя, словно капли дождя в шторм. Это только начало. Фэй поднял лазурный шипастый щит, блокируя стрелы, одновременно стремительно отступая. Он планировал разбить строй скелетов-лучников и убить их один за другим. Однако, свист-свист-свист-свист. Синие ледяные стрелы полетели в сторону скелетов-лучников из-за спины Фэя. Он обернулся и понял, что Елена не следует его инструкциям. Вместо того, чтобы отступать, она стремительно подходила к скелетам-лучников, ведя ответный огонь, дерьмо. Фэй понял, что они попали в беду. Это в первый раз, когда Елена не послушала его. Казалось, она не знала о скрытых угрозах в тристроме. Если она продолжит атаковать подходя, то не получится убить всех скелетов-лучников. Это поставит их в опасное положение. Там было два грозных противника, а именно костяные воины-лучники скрытых в толпе. Их стрелы наносят высокий урон, а также магический эффект. Они стреляют ледяными стрелами, смахивающими на стрелы Елены, которые замедляют передвижение и скорость атаки. Еще есть электрические стрелы, которые сносят много здоровья. Даже для варваров и у которого есть много хп жизни не справиться с ними без уловок. Он планировал обойтись без зелья здоровья, потому что он сражался в скрытом стиле. Если удача будет не на его стороне и он привлечет монстров и демонов в других частях тристрома, а если вдобавок к этому финальный босс будет потревожен, то последствия могут быть катастрофические. Отходим, быстрее! Фэй крикнул Елене, показывая ей отступить. Однако это было слишком поздно. Скелеты-лучники заметили наемницу. Ужасающий ливень из стрел накрыл Елену. У нее не было поблизости никакой либо экипировки, нищета. Хотя она попыталась увернуться от стрел, но все же несколько смогли вонзиться в нее. Кровь начала бить из ее раны и стремительно покрывала ее кожаный доспех. Мастер, задание важнее, не волнуйтесь обо мне. Я отвлеку их внимание. Вы сможете пробраться с другой стороны и спасти господина Кайна. Пожалуй, стойдите. Стрелы пронзали ее тело. На ней выступил пот от невероятной боли. Лицо стало бледным, но показывало уверенность. Пытаясь совладать с болью, она качнула головой, и ее прекрасные длинные волосы начали трепетать. Однако движение ее рук не замедлилось из-за увечий. Она пускала и пускала стрелы, несмотря на то, что количество ран на ее теле становилось все больше. Ее броня покрылась кровью, но Елена была похожа на Афину-богиню войны, что никогда не отступала. На ее лице не было страха, но ярость читалась в ее глазах. Шаг за шагом лучница приближалась к скелетам лучникам, но в этот момент треск. Один из серьезных противников, а именно костяной воин лучник обратил на нее внимание. Опасная для жизни электрическая стрела попала точно в Елену. Тело наемницы качнулось. Она почти тотчас рухнула на землю. Она не шевелилась, под дождем стрел ее полоца жизни начала уменьшаться, как сумасшедшая, дерьмо-черт. Фэй беспокоился о ней. Он проигнорировал стрелы, летящие в него, и бросился к Елене, взяв ее в свои руки. Он вылил бутылку малого зелья здоровья ей в горло-рот. Также он использовал свой боевой клич «Рев», чтобы отпугнуть монстров, приближающихся к ним. Затем он быстро использовал свиток городского портала. По мере того, как монстры приближались к ним, он быстро прыгнул в синий овальный портал с Еленой. Безызызы, безызызызы, к счастью, они ускользнули от лап смерти и вернулись в лагерь разбойников. Из-за малого зелья здоровья Елена уже почти полностью восстановилась, и ее разум прояснился. Фэй с другой стороны был тяжело ранен в спину. Ледяные и молниеносные стрелы мини-боссов почти парализовали его. Хотя он не был мертв, весь окровавленный, у него осталось только 30 здоровья. Пару стрел могли его убить. Это была очень страшная ситуация. Фэй не знал, оживет или нет, умрет ли в реальном мире, если он умрет в мире Диабло. Мужик, я не могу быть героем все время. Фэй учуял легкий аромат от тела Елены, но у него не было времени, чтобы насладиться этим. Он схватил бутылку малой зелья здоровья и выпил его сам. Он бросил одну в сторону Елены, а затем вытащил стрелы из его спины. Кровь снова хлынула наружу, так что ему пришлось выпить еще одну бутылку, чтобы противостоять боли. К счастью, малое зелье здоровья сладкое на вкус и не имел никаких побочных эффектов. Боже, будь проклята эта боль. Эй, красавица, почему ты не хочешь слушать? Я же сказал тебе отступить, не так ли? Здоровье Фэй полностью восстановилось. Фэй ругал горячую наемницу. Если бы она слушала, они не были бы в этой ситуации. Елена опустила голову, и слезы наполнили ее глаза. Она не огрызалась. Также она не стала пить малое зелье здоровья. Она держала его в руках, потому что она не хотела пить такое драгоценное зелье. Повреждения на ее теле не были полностью восстановлены, и она была на грани плача. Сердце Фэй осмягчилось. Как он это увидел, он перестал упрекать ее. Все в порядке. Просто выпей зелье. Ах, да. В дальнейшем ты не пойдешь со мной обратно в Тристером. Я не смогу защитить тебя там. Когда я закончу задание, я вернусь и найду тебя. Подумав, Фэй решил оставить Елену в лагере и самостоятельно завершать задание. Если они оба пойдут, Фэй действительно не смог бы приглядывать за ней. Лучник не будет эффективен при работе с группой лучников. Если скелеты-лучники продолжат преследовать их, они не смогли бы хорошо сотрудничать и с горячей наемницей могут быть вокружены монстрами и разорваны на куски. Впрочем, Елена неверно поняла намерение Фэя. Ах, нет. Пожалуйста, не увольняйте меня, мастер. В следующий раз. В следующий раз я смогу следить за собой. Я смогу защитить себя. Паника Елены удивила Фэя. Это было наверное, в первый раз когда она так много говорила с Фэем. Так как Тристром пал давным-давно, весь путь на восток был перекрыт монстрами. Разбойники в лагере могли только получить предметы и зелья от путешественников как Фэй, чтобы поддержать существование лагеря на болотах. Предметы и зелья которые сделали кузнец Черси и лидер Акара не было достаточно, чтобы поддержать весь лагерь. Накопленные ресурсы на протяжении всей истории лагеря были истощены за последние 60 лет, когда все путешественники исчезли. Если это продолжится, лагерь будет покорен монстрами и демонами, и падение в течение года. Появление Фэя в лагере разбойников была возможность для лагеря чтобы выжить. Он первый путешественник, который вошел в лагерь за последние 60 лет. Эти путешественники могли получить предметы и зелья у болота, что разбойники никогда не смогут. Это было причиной, почему Кашия была готова предоставить наемниц для чужаков и, зная что многочисленные разбойницы использовались и унижались путешественниками. Это было все для выживания лагеря и его жителей. Кто-то должен был принести себя в жертву. Елена не самая сильная из всех женщин-разбойниц, но она определенно была самой красивой и горячей. Для поддержания сотрудничества с Фэем любые жертвы должны быть сделаны, в том числе жизни и здоровье женщин-разбойниц. К сожалению, если Елена погибнет на болотах или во время приключений, другие женщины-разбойницы заняли бы ее место, чтобы поддерживать связь между лагерем и Фэем. Это была жестокость Диабло, настоящий закон джунглей. Так на протяжении всей истории небольшой лагерь мог выживать, и так жители могли жить дальше. Без сомнения, Фэй был единственной надеждой и светом в лагере разбойников, который приближался к вечной тьме. Неважно, на какие жертвы им пришлось бы пойти, руководители лагеря были готовы принять это. Конечно, Фэй не знал об этом. Именно поэтому обычно спокойная и тихая Елена была так взволнована, когда она думала, что Фэй ее прогонит прочь. Если она оскорбила путешественника, это принесло бы неизмеримые потери для лагеря. Кроме того, Фэй был очень заботливым по отношению к ней последние два часа, которые были в тысячи раз лучше, чем работать на подлых путешественников, про которых она слышала в рассказах. Елена также начала привыкать к борьбе рядом с Фэйм. Она дорожила возможностью быть наемницей Фэя. Глава 38. Принятие тайного плана прогнать тебя? Я не говорил, что собираюсь прогонить тебя. Фэй был смущен запаниковавшим выражением Елены. Елена, ты, должно быть, понял меня неправильно. Я только планирую бороться с монстрами самостоятельно. Когда я закончу это задание, я возьму тебя, чтобы закончить свое следующее задание. Но я, Елена слегка успокоилась, после того как Фэй ей все объяснил. Но даже так она все еще пыталась убедить его позволить ей присоединиться. Отчасти потому, что она не хотела отдаляться от него, а отчасти потому, что быть брошенной мастером, позор для женщин-разбойниц. Ладно, мое время ограничено, я объясню детали в следующий раз. Хотя Фэй любил находиться вблизи горячей наемницы, не было времени его тратить с учетом всех опасностей в реальном мире. Он развернулся и шагнул в портал. Чтобы убедиться в том, что Елена не последует за ним, он даже закрыл портал сразу, после возвращения в Тристром. Елена пристально смотрела на то место, где был портал. Выражения на ее лице были сложными. Было раскаяние, разочарование и счастье. Улыбка появилась на ее лице, когда она подсознательно покраснела. Рев. Первым делом Фэй после того, как он закрыл портал использовал свой боевой клич. Рев это было действительно эффективным. Таинственная и пугающая сила распространялась вокруг него, как он взревел. Это напугало скелетов-лучников, которые уставились на портал и они начали разбегаться и бежать, сломя голову. Это шанс, Фэй напал на них и его сокрушающие лезвие топора вонзилось им в спину. Пара скелетов были мгновенно убиты. Примерно через 10 секунд действие рев кончилось и монстры перестали разбегаться от него, развернулись и бросились на него. Фэй снова использовал рев. В мире Диабло, до тех пор, пока персонажи имели достаточно ресурсов, ярость мана, они могут использовать свои способности. Не было никаких ограничений по времени или необходимых песнопений. Фэй подготовил несколько бутылок малых зелий маны, позволяя ему использовать рев столько раз, сколько ему нужно. После 11-го рева, скелеты-лучники были уничтожены. На земле были два синих магических предмета из двух мини-боссов и много других обычных предметов. Фэй не идентифицировал их, а просто бросили их в свой инвентарь. Когда он приблизился к центру Тристрама, то появился новый тип монстров «Испорченные». Они похожи на сатиров из греческой мифологии «Наполовину человек, наполовину козел». За исключение того, что у них была бычья голова вместо человечьей, их огромные косы наносили кучу урона. Тем не менее, этот тип монстров ближнего боя не были угрозой варварам. Фэй продолжал бой с помощью его пронзительного рева и очистил толпу «Испорченных». Там тоже был мини-босс «Испорченный» лидер имевший много здоровья, но Фэй просто убил его. Еще два синих магических предмета упали, но Фэй не успел их забрать. Шум борьбы со скелетами-лучниками и «Испорченными» привлек внимание финального босса Тристрама, Грисвальда. Бывший паладин выбежал из разрушенного здания покрытого адским огнем. Грисвальд превратился в демона. Разница между другими демонами и монстрами им была в том, что Грисвальд еще был похож на человека. Не было никаких явных признаков превращения, помимо его налитых кровью глаз. Смерть, насилие, жестокость и кровожадность видел Фэй в глазах Грисвальда. Грисвальд выглядел устрашающе. Грисвальд был мощным паладином. После падения он стал еще сильнее. Хотя он и потерял благословение от Бога, его новые демонические силы делали его еще более порочным и эффективным, как машину для убийств. Он работал быстро. После того как он увидел Фэй, он взревел и бросился на него. Его кулак прилетел Фэй, как молния. Фэй заблокировали удар своим щитом. Бум! Фэй почувствовал сильный удар по своему щиту. Он отлетел на пару шагов, несмотря на его силу, как варвара. Он также почувствовал сжение, которое быстро распространилось по всему телу. Фэй почувствовала, как его кровь горела внутри него. Боль проникала глубоко в его кости. Это была демоническая сила, что Грисвальд приобрел дополнительные уронатского пламени, которые могли пробить щиты. Фэй переключил оружие и огромный двуручный топор оказался в его руках. Шух! 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 Фэй ударил три раза. Свет отразился от острых краях топора. Все три удара ужасной силы попали в Грисвальда и оставили три глубоких раны на его теле. Финальный босс взревел от боли. Атака снизила уровень здоровья босса примерно на одну десятую. Ха-ха, потрясающе. Если я смогу ударить его около 25 раз он будет мертв. Фэй был в восторге, потому что у него был шанс победить финального босса. Он выпил бутылку малого зелья здоровья и проводил очередь агрессивных выпадов по Грисвальду. Он агрессивно замахнулся топором по Грисвальду, но только два удара попали в этот раз. К счастью, падший паладин не был слишком умен. Несмотря на то, что он имел огромную силу и мощь, он был не в состоянии использовать их должным образом. Он мог бросить только мощные удары против Фэя, с которыми не слишком трудно иметь дело. Фэй постоянно отступал, когда он сражался. Оба они вскоре были за пределами города таким образом. Даже если было много шума во время сражения, они не будут привлекать монстров и демонов в разрушенных зданиях. Если все монстры в городе были бы привлечены, ситуация стала бы слишком опасной. На всякий случай, Фэй развернулся и помчался прочь, чтобы получить некоторое дополнительное расстояние. Он использовал свиток городского портала, чтобы открыть портал обратно в лагерь разбойников. Если ситуация станет слишком опасной, он может выпить бутылку малого зелья здоровья и сбежать в лагерь. Однако вскоре он понял, что он был чересчур предусмотрителен. После пыхтя выпил четыре бутылки малого зелья здоровья. Фэй успешно убил финального босса Тристрама. Грисвальд упал, как Фэй ударил его топором по голове. Много золотых монет и предметов выпало с трупа. Свет почти ослепил глаза Фэя, но он заметил предмет зеленого цвета. Черт, сетовый шмот, Фэй был удивлен своей удачей. Зеленые предметы принадлежат к набору. Эти предметы было очень трудно получить. Хотя Фэй ожидал чего-то хорошее от финального босса, он все еще был удивлен тем, что он на самом деле получил зеленый предмет. Он не мог дождаться, чтобы забрать его и взглянуть на него более внимательно. Это был изысканный доспех на котором сиял зеленый свет, но нужно было идентифицировать его, чтобы раскрыть все его свойства. Фэй использовал свиток идентификации без каких-либо колебаний. Дин. Появилось название и свойства перед Фэем. Арктический мех защита. 48 прочность. 20-20 требуемая сила. 12 требуемый уровень. Два особые свойства. Улучшенная защита плюс 303%. Все сопротивления плюс 10. Примечания. В комплект входит арктический мех, арктическая обшивка, арктический рог, арктические перчатки. Бонусные свойства будут предоставлены на основе того, сколько имеется предметов из комплекта. Результат немного разочаровал. Арктический мех был элементом из набора арктических механизмов. Это был идеальный набор для амазонок, но он не подходил для варваров. Тем не менее, свойства арктического меха были весьма хороши. Они были намного лучше, чем броня надетая на Фэя. Повышенная защита и сопротивление были ценны, поэтому он оснастил его сразу же. Помимо этого зеленого набор предметов, был желтый редкий предмет и пара синих магических предметов. Тем не менее, Фэй не взял их. После уничтожения Грисвальда, скелетов лучников и испорченных, не осталось других монстров и демонов, которые представляли угрозу для Фэя. Он решил для начала спасти Кайна. Не было никого, кто украдет его предметы. Фэй прикрепил топор себе за спину и пошел обратно в Тристром. Куча кричащих сучковых ходоков напали на Фэя, но все они превратились в опыт за пару секунд. Вскоре после этого зомби, которые следовали за ним, примерно через пять минут все монстры были уничтожены. Фэй нашел Кайна запертого в клетке на дереве в центре Тристрома. Спаси меня, молодой путешественник, подойди и спасти меня. После того, как он увидел Фэя, Кайн начал кричать, как будто он проглотил Виагру и увидел, как кто-то бегает голый. Его тон был настолько высок, что его голос был более болезненным для ушей, чем у монстров. Это звучало так, будто он сует палку себе в зад. Свист. Фэй махнул топором, разрезав веревку пополам, которая держала клетку на дереве. Деревянная клетка упала на землю и развалился на части. Непристойным старик выскочил из клетки. Он даже не сказать спасибо. Он открыл портал и вбежал в него, как бешеная собака. Черт возьми этого старика. Он даже не сказал спасибо. Фэй уставился на портал, который быстро закрылась. Фэй должен дать Кайну некоторую заслугу за его скорость бега. Даже он не может бежать так быстро, будучи сильным варваром. Фэй показал средний палец туда, где был портал, чтобы выразить свои чувства. После этого он начал очищать поле боя. Он бросил все предметы в его инвентарь и вернулся в лагерь разбойников с помощью портала, который он открыл, когда он боролся с Грисвелдом. Он не знал, где находиться Елена. Ее не было рядом с порталом. Фэй решили пойти к Акаре, чтобы получить свою награду за задание. Награда была простой. Подлая жрица дала Фэю вип скидку на все, что она продает. А Кайн, которого Фэй только что спас, должен был бесплатно идентифицировать все его предметы. По сравнению со сложностью миссии, награда была сильно занижена. Сродни чему-то данной нищим. Акара и Кайн являются подлецами до глубины души. Подумал Фэй, после этого он начал распределять свои очки характеристики и умений. После того, как он убил падшего паладина Грисвелда, Фэй достиг 12 уровня. Это выше цели Фэя достигнуть 10 уровня, когда он вошел в мир. Часть опыта была от бонуса из-за наличия Елены, как его последователя. 25 очков характеристики распределились следующим образом. 15 в силу и 10 для живучести. За 5 драгоценных очков умений Фэй потратил 1 очков на смешку, которая заставляет монстров атаковать вас. 1 очков мастерство меча, 1 очков овладение древковым оружием и 2 очка в прыжок, который позволяет Фэю прыгнуть и сбить врага с ног в месте приземления. После того, как он все закончил, Фэй взглянул на свой статус характеристики игрок. Фэй класс, варвар уровень, 12 опыт, 95 414, 112 725 сила, 66 ловкость, 20 интеллект, 10 живучесть, 44 урон, 30 35 точность, 169 защита, 77 выносливость, 37 здоровье, 157 ресурс ярости, 19 сопротивление огню. 10 сопротивление холоду, 10 сопротивление электричеству, 25 сопротивление яду, 10. Эта статистика успокоила Фэя, исходя из его прошлого опыта варвар 12 уровня равен воину 2х звездного ранга в реальном мире. Но со всеми своими дополнительными навыками он мог бы бороться с воином 3 звездного ранга без проблем. Фэй был уверен, что он сможет драться с лэндсом не будучи ранен в следующий раз, когда он будет драться с ним. Конечно, Фэй мог только заставить его отступить. Если он хочет победить или даже убить его, ему нужно быть около 20 уровня. После Фэй пошел к Кайну, чтобы идентифицировать свои предметы бесплатно. У Кайна было много чего сказать, но время Фэя поджимало. После идентификации, Фэй быстро убежал до того, как Кайн смог остановить его. Он вошел в незанятую палатку, чтобы взглянуть более детально на все предметы. Желтый редкий предмет был короткий лук. Это выглядело просто, но был очень классным. Он назывался северный режущий лук. Он имел много свойств, но Фэй не мог его использовать. Он думал, что Елена могла бы использовать его, так что он решил отдать ей лук в качестве подарка в следующий раз, когда он увидит ее, если она будет действительно тронута. Эх! Могу ли я делать это с девушками в мире Диабло? Фэй подумал бесстыдно. Остальные синие магические предметы были посредственны, поэтому он продал их все кузнецу Черси. За все он получил 20 000 золотых монет. В настоящее время Фэй имел в общей сложности 40 080 золотых монет. После того, как все было установлено и сделано, он инициировал свой план. Сначала он пошел к Акаре и купил 5 бутылок нормальных зелий здоровья, которые являются более эффективными, чем малые зелья здоровья, и 2 бутылки зелья выносливости со скидкой 10%. Затем он вернулся в незанятую палатку и пытался общаться с холодным, таинственным голосом в своей голове. Вы тут? Мне нужно перенести 5 флаконов нормального зелья здоровья, 2 флакона зелья выносливости и 1 свиток городского портала. Тишина. Через 5-6 секунд голос ответил как пожелаете. Каждый флакон нормального зелья здоровья будет стоить 5000 золотых монет, шанс успеха переноса 25%. Каждый флакон зелья выносливости 2000 золотых монет, шанс успеха 35% для переноса свитка городского портала вашего уровня недостаточно. Общая стоимость 29 000 золотых монет, требуется подтверждение. Цена была в пределах ожиданий Фэя. Неожиданностью стало, что для переноса свитка городского портала его уровень был слишком низким, значит есть и другие факторы кроме денег и шанса успеха. Я просто еще не узнал их всех, подумал Фэй, но от ответа голоса Фэй обнаружил некоторые закономерности. Чем ценнее и сложнее элемент, тем выше стоимость и ниже вероятность успеха и больше ограничений. По сравнению с нормальной зельем здоровья которой стоил 5000 золотых с переносом и вероятностью успеха 25%, зелье выносливости было менее ценными, так оно стоило всего 2000 золотых с переносом и вероятностью успеха 30%. Вы все еще хотите перенести предметы? Не получив ответ от Фэй сразу же, голос спросил снова, в этот раз он звучал немного нетерпеливо, да подтверждаю. Ответил Фэй быстро, как только голос остановился. День, преобразование расчета достаточно золотых монет, 5 бутылок нормального зелья здоровья с показателем успеха 25%, расчет 2 бутылки успешно преобразованы, 3 бутылки не перенеслись, 2 бутылки зелья выносливости с успешностью 30%, расчет 1 бутылка успешно преобразована, 1 бутылка не перенеслась. Глава 39, волшебник, паладин и некромант холодный таинственный голос ответил Фэю сразу же, переведя 29000 золотых монет он, наконец, перенес 2 бутылки нормального зелья здоровья и 1 бутылку зелья выносливости в реальный мир, в итоге сделал Фэй чувствую себя довольно паршиво, несмотря на то, что он морально готовил себя к такому результату из-за 25% и 30% успеха, но потери все равно были довольно значительными. Но обдумав печальные результаты переноса, Фэй утешал себя, все же 2 бутылки нормального зелья здоровья и 1 бутылка зелья выносливости лучше, чем ничего, осталось менее 2 часов, пока он не достиг максимального лимита времени в игре на сегодняшний день, он решил сменить класс в данный момент будучи на классе варвар. После того, как чувство невесомости охватило его, его видение стало размыто на секунду, вскоре зрение прояснилось, и он вернулся в 3D проекционный экран выбора персонажа, Фэй обнаружили, что были какие-то мелкие изменения, персонажа варвара он был одет в новые предметы которые он только что получил от Тристрама, персонаж выглядит более угрожающе чем остальные, похоже, что экран отражает все, что происходит в мире Диабла. Фэй также обнаружил, что там можно создать только 1 класс, поскольку классы варвар и волшебник уже были созданы, Фэй не смог создать такой же класс еще раз, казалось Фэй обнаружил нечто, но времени оставалось немного и он не мог тратить его обдумывая, что именно, он выбрал волшебника и вновь вошел в мир Диабла. После вспышки света, жужжащего звука и чувства невесомости Фэй вернулся на на начальную локацию лагерь разбойников, после некоторых наблюдений Фэй обнаружил, что этот лагерь оказался параллельной вселенной к вселенной персонажа варвара. Все участки находятся на начальном этапе, задания вроде логова зла, кладбище сестер и поиски Каина еще не были завершены, они все были в ожидании когда волшебник Фэй завершит их. Так как весь опыт Фэй получил на этих заданиях, когда был варваром он начал их сразу, он бросился к новой акаре, получил задание логова зла и направился прямиком к кровавым болотам, чтобы поднять уровень волшебника. Через 30 минут Фэй завершил первый квест, он вернулся с кровавых болот и получил 1 очко умений в награду, в данный момент его волшебник был 3 уровня. Во время убийства монстров на болотах с них упали такие вещи как доспехи и перчатки, Фэй надел все, что мог использовать, а остальное сложил в свой инвентарь для последующей продажи. У него также было 4 очка умения после некоторых раздумий он вложил 1 очко в навык огня, огненная стрела, 1 очко в навык молнии, заряженная стрела и 2 очка в навык холода, ледяная стрела. Сделав это Фэй не вернулся на болото, он вышел из мира диабла в главное меню чтобы вновь войти паладином, после того же жужжащего звука и невесомости он вновь приземлился в лагерь разбойников. Как и ожидалось это была очередная параллельная вселенная, сюжеты задания вернулись в начальный этап и очередная акара дала ему задание логова зла. Паладин Фэй бросился в кровавые болота, чтобы завершить задание, с новым опытом выполнения задания как волшебник Фэй завершил этот квест еще быстрее, он уничтожил всех монстров в логове менее чем за 15 минут, кроме того он посетил каждое место на кровавых болотах и выполнил 3 пустых непереводимая игра слов. Все очевки начинаются с импты, достижения, полная зачистка всех монстров, сбор всего золота и сбор всех предметов, он вновь достиг 3 уровень когда вернулся в лагерь разбойников и имел 4 очка умения после получения награды от акары. Фэй открыл дерево умений паладина, после тщательного рассмотрения он добавил 2 очка в наступательную ауру могущества, которая увеличивает весь урон наносимый членами группы, и 2 очка в защитной ауры благодать, которая лечит всех членов группы. Закончив все дела у Фэй оставалось менее 50 минут до окончания дневного лимита. Он вышел из мира диабла чтобы поменять персонажа на некроманта. Лагерь разбойников другая параллельная вселенная. Некромант Фэй взял задание от очередной новой акары и отправился в логово зла на кровавый ворон Фэй делал это задание уже в четвертый раз. Он убил босса огнетрупа менее чем за 10 минут и вернулся в лагерь. На 3 уровня и дополнительном очке от акары он имел 4 очка умения. Фэй получил жезл, когда стал некромантом, который дал ему умение навык призыва, призыв скелетов, который поднимает одного скелета из мертвого тела, чтобы сражаться на стороне Фэя. Поэтому он вложил 3 очка в ядовитый навык зубы, который вызывает несколько снарядов, который наносит урон противникам и 1 очко в проклятие усиление урона, которое увеличивает урон по врагам. Причина, по которой он распределил очки, была в том, чтобы использовать их в сражении, которое должно было произойти в реальном мире. Конечно, Фэй нуждался в ядовитом навыке «взрыв трупа», который взрывает труп неподалеку и наносит урон всем ближайшим противникам. Однако, учитывая существование Святой Церкви на континенте Азерат Некромантов, вероятно, считают злом и сжигают заживо, как это делали в Церкви во время ереси и охоты на ведьм во времена Средневековья. Это были просто прогнозы Фэя, но лучше перебдить, чем недобдить. От Брука и описания Анджелы, Святая Церковь на континенте была доминирующей силой, было лучше избегать их как можно дольше. Некоторые из навыков Некроманта, такие как призыв скелетов были слишком очевидны и не могут быть использованы в реальном мире, но взрыв трупа был довольно скрытен, так что это могло быть очень эффективным во время войны. Трупы были вещи, которых всегда хватало во время войны, и эти трупы были похожи на гранаты в глазах Некромантов, они наносили тонну урона и были очень скрытыми. Следовательно, причина, по которой Фэй выбрал Некроманта, была тем самым опасным занятием по мнению Святой Церкви на континенте был взрыв трупа. Но когда Фэй распределяя очки умений он чуть не рухнул, когда узнал, что для взрыва трупа необходим им 6 уровень, Фэй посмотрел на время. Осталось меньше 30 минут в сегодняшнем игровом времени, не было никакого способа для Фэя поднять 3 уровня меньше, чем за 30 минут, если он не сможет найти идеальное место, где будет огромное количество монстров высокого уровня. Фэй подумал и решил пойти и убить Кровавого Ворона. В могильниках, где была Кровавый Ворон было много монстров высокого уровня, они являются отличным источником опыта. Хотя это было довольно опасно для 3 уровня Некроманта, Фэй чувствовала, что он справится, если будет осторожен, потому что он получил необходимый опыт играя за Варвара. Ситуация в Чимборде была довольно опасна, поэтому Фэй должен был рискнуть. После получения задания от военного лидера Каши, Фэй перевел все 800 золотых монет, что он заработал, и купил необходимые предметы, которые ему были нужны, в том числе малое зелье здоровья, малое зелье моно и зелье выносливости. В мире Диабла наступила ночь, на болотах было темно и Фэй не мог далеко видеть, но он лишь слышал рев и крики монстров. Фэй выпил бутылку зелья выносливости, когда он покинул лагерь и побежал в сторону холодной равнины, где были могильники. Монстры завопили еще громче, когда они заметили Фэя на Кровавом Болоте. Однако Фэй не стал сражаться с ними, так как ему пришлось сохранить все свое время для высокоуровневых монстров в могильниках. Однако, случилось то, чего Фэй не мог предвидеть. Монстры и демоны оказались более энергичными и агрессивными в ночное время. После того, как он их потревожил, они начали преследовать Фэя нон-стоп, как если бы они были мужчинами заключенными, что не видели женщину более 10 лет, и Фэй был ногой красавицей. Вскоре, все виды монстров, падшие шаманы, проклятые разбойники и Вендиго, все включились в погоню. Глава 40. Возвращение короля через несколько минут. Почти все монстров на болотах выстроились в параде, как если бы они праздновали что-то значительное. Когда Фэй дошел до перекрестка между Кровавыми Болотами и Холодной Равниной, насчитывалось от трех до четырех сотен монстров и демонов, преследующих его. Черт, Фэй был так счастлив, когда увидел это. Хотя эти монстры были низкого уровня, их огромное количество даст ему огромное количество опыта. Он перестал бежать и начал зачищать монстров. Он взмахнул жезлом. Ядовитый навык зубы в эр-эр-эр облака Холодной Смертельной Энергии потекла из жезла. Три похожих на зубы костей появились из ниоткуда. Они были покрыты Смертельной Энергией и полетели в сторону монстров. Они последовали по странной траектории в воздухе. Тридцать падших шаманов ведущих парад были убиты. Фэй снова взмахнул жезлом. Еще одно облако Холодной Смертельной Энергии образовалось. Навык призыва. Призыв скелета Крак. Крак энергия окружила трупы падших шаманов и начала их двигать. Вскоре их плоть распахнулась, и скелет, который держал костяной клинок в левой руке и костяной щит вправой встал. Он заблокировал путь монстров. Это было слишком. Он взмахнул клинком и убил пару падших шаманов, которые были рядом с ним. Пока его скелет воин препятствовал армии монстров, Фэй использовал умение зубы. Многочисленные похожие на зубы кости стрелял в толпу монстров. Фэю даже не пришлось целиться. Было так много монстров, что пока Фэй стоял в правильном направлении, умение смогло бы разрушить парочку из них. Зубы имело эффект проникновения, так что он мог убить пару монстров в линии. После шести секунд воин скелет Фэй был разбит на фрагменты монстрами. Фэй обернулся и отбежал на некоторое расстояние от армии. Он вызвал еще одного воина скелета, чтобы преградить путь и снова стрелял зубами в монстров. Процесс повторялся много раз. Хотя было несколько опасных ситуаций, Фэй смог быстро среагировать. Также, с более чем десятью бутылками малого зелья здоровья и малого зелья маны он мог бы легко выжить. Через пять минут последний монстр в армии кричал после того, как упал в лужу собственной крови. Фэй взглянул на поле боя, наполненное сломанными конечностями и разрушенными органами. Кровь монстров и демонов запачкала землю. Фэй видел лишь красный цвет. Зловоние крови и плоти заполнили нос Фэя. Это была односторонняя бойня, но Фэй ничего не чувствовал. Он понял, что он привык к убийствам и смерти. Он превратился из студента университета, который почувствует головокружение, увидев кровь на мяснике, в человека, чье психическое состояние не изменяется, даже если погибнут миллионы людей. Рядом с трупами были и золотые монеты и предметы, пропитанные в дожде из крови. Так как эти монстры были все низкого уровня, не было никаких хороших вещей, времени было впритык. Фэй взглянул через вещи и бросил четыре синих магических предметов в своей инвентарь. Он не стал беспокоиться, сохраняя покой. Осталось менее 15 минут. Холодный ветер подул на Фэя после того, как он ступил на холодную равнину. Здесь монстры были сильнее и агрессивнее. Фэй выпил бутылку зелья выносливости и начал опять бегать. Так же, как на кровавых болотах, монстры начали преследовать Фэя после того, как он создал слишком много шума. Впервые Фэй обнаружил эффект бегая в мире Диабло в ночное время. Это было более реалистичным, чем в оригинальной игре и монстры были более гибкими и живыми, чем оригинальные запрограммированные коды. На полпути к могильнику Фэю пришлось остановиться и справиться с монстрами, которые преследовали его. Если слишком много монстров погонится за ним, то Фэй не думал, что он сможет справиться со всеми сразу, хотя они все еще были на более низком уровне и не было никаких мини-боссов в толпе. Один в поле не воин. Муравьи могут поднять слона, если их количество будет достаточно большими. Фэй остановился и использовал ту же тактику. Он призвал воина-скелета, чтобы задержать монстров и стрелял в них зубами. Первые четыре минуты прошли гладко. Монстры падали и умирали, как добыча тактики Фэя, и количество монстров стало намного меньше. Но ситуация вдруг изменилась. Может быть это было потому, что другие монстры слышали звуки с поля боя и отчаянные крики от собратьев. Многочисленные монстры бросились в бой со всех сторон. Одного воина-скелета не хватало, чтобы удержать их. Фэй начал бегать, выпивая зелья, уклоняясь от атак и используя зубы, чтобы дать отпор. Блин, почему они так активны ночью? Они, должно быть, приняли Виагру. Фэй чувствовал давление. Несмотря на то, что он не был в большой опасности, лишнего времени у него не было. Если это продолжится, он не успеет добраться до могильника и убить вовремя кровавого ворона. Его целью было добраться до 6го уровня и выучить взрыв трупа, прежде чем покинуть мир Диабло. Возможно, он не успеет этого достигнуть. После того, как Фэй подумал об этом, он увеличил скорость произношения заклинаний, но было слишком много монстров, которых надо убить. После того, как несколько из них погибало, еще больше монстров присоединялось к погоне. В конце концов, Фэй убил много монстров, но за ним погналось еще больше. Черт возьми, я не убивал ваших родственников, или убил. Фэй начал разочаровываться. Он использовал свой жезл, как дубинку, чтобы ударить пару монстров, подбежавших слишком близко к нему и продолжил использовать безостановочно заклинания зуба и призыв скелета. Ему повезло, в мире Диабло на заклинаниях не был кулдаунов, пп, кулдаун, откат заклинания, время в течение которого нельзя его использовать в играх. Он мог использовать навыки с той чистотой, с которой ему нравилось, до тех пор, пока ему хватало на это маны. Фэй кружил между монстрами в то время, как употреблял малое зелье здоровья и малое зелье маны. Фэй, монстры были более низкого уровня нежели на холодной равнине, монстров с дальней атакой и демонов было мало. Фэй был в состоянии держать себя в руках в этой ситуации, дерьмо, я никогда не дойду до кровавого ворона на этой скорости. После проверки времени, Фэй знал, что оставалось всего несколько минут. И правда, примерно через пять минут, тот холодный, таинственный голос появился в сознании Фэя. Игрок Фэй, вы достигли максимального времени игры на сегодняшний день, пожалуйста, будьте готовы оставить мир Диабло через десять. Девять. Восемь. Фэй чувствовал беспомощность, он был не в состоянии подняться до шестьго уровня после всего. Теперь он был пятьго уровня и ему нужно немного больше опыта, чтобы достичь шесть уровня. Он был так близок к взрыву трупов, который мог бы помочь ему победить врагов, которые окружали чимборд. Ебать этих пожирающих виагру ублюдков. Фэй разозлился. Он выстрелил так много зубов в толпу монстров, как он смог, прежде чем он должен был выйти. Покрытые энергией острые кости были выпущены в место, где было наибольшее количество монстров. Раздались многочисленные болезненные крики. В этот момент произошло нечто неожиданное. Бзынь. Чистый звук раздался в ушах Фэя. Луч белого света сошел с неба и окутал Фэя. Комфортные ощущения заполнили тело Фэй. Все его раны быстро восстановились и его здоровье и моно поднялись на максимум. Уровень повышен. Фэй повысил уровень на последней секунде. Он был в восторге. У него не было времени волноваться о чем-то еще. Все, что он успел сделать на последней секунде – это открыть древо умений некроманта и вложить одно очко во взрыв трупа. Похоже, моя удача не так уж плоха – достичь цели на последней секунде. Фэй расслабился. В этот момент перед глазами у него все смешалось. Фэй вновь почувствовал невесомость и темнота накрыла его. Он был выброшен из мира Диабла. Замок Чимборд. Полдень наконец наступил. Несмотря на осень жара была нестерпимой. Темная оборонительная стена нагревалась под солнцем, так же как солдатское оружие и доспехи. Некоторые солдаты были так обессилены, что им нужно было сесть и отдохнуть. Истощение и тревога были как две горы давящие на разум солдат, приближая их к нервному срыву. Враги все еще бездействовали. Однако солдаты Чимборд чувствовали их злобные и убийственные взгляды. Вражеская армия была похожа на змею извивающуюся на каменном мосту. Даже под палящим солнцем они могли чувствовать мороз пробирающий до костей. Никто не знал когда наступит конец такому ошеломительному давлению. Никто не знал когда начнется эта кровавая битва. Никто не знал останется ли Чимборд таким же после битвы. Смогут ли они спуститься вниз с оборонительной стены и обнять членов их семей, ждущих их у порога. Брук ходил туда-сюда по оборонительной стене, пытаясь мотивировать солдат. Однако от этого было мало проку. Психическое и духовное истощение не могло исчезнуть от простого разговора. Второй командир Королевской гвардии быстро осознал, что его ораторские навыки поднятия духа были далеки от короля Александра. Молодой король мог мотивировать солдат буквально парой предложений. В то время как Брук сказал более ста предложений и еле заметил реакцию солдат. Толстяк Джилл тяжело дышал сидя на земле. Вероятно он бы умер, если бы воин его семьи не держал над ним зонт закрывая от солнца. Главный министр Баззер спокойно стоял позади. Его глаза были прищурены и никто не знал о чем он думает. Надзиратель Олег сидел на том самом месте, которое ему приказал охранять Фэй. Кусок брони на его груди был снят и использовался им как веер. Он что-то бормотал обмахивая себя им. Олег смотрел на врагов за рекой, на главного воина Лэмпарда, как будто он что-то планировал. Однако, после того как он посмотрел на труп конки все еще пригвожденной к стене дозорной башни, он проглотил ком в горле. Пирс привязал королевский меч себе за спину и с тревогой ходил вокруг дозорной башни. Шло время и температура на оборонительной стене росла, становясь все более и более нетерпимой. Он не знал, что делает король в дозорной башне. Там было тихо и ни одного звука не доносилось из строения. Если бы Пирс не подчинялся Фаю, он бы уже ворвался внутрь и спросил, что происходит. В этот момент, внезапно, воина трех звезд Лэмпарда потрясло. Он почувствовал сильную, но почти призрачную мощь пришедшую из дозорной башни, которая очень изумила его. В это же время воин одной звезды Олег чувствовал то же самое. Он почувствовал ужасающее давление навалившееся на него, значительно превышающее предел с которым он мог справиться. Это было как взглянуть смерти в лицо. Олег чувствовал подобное, когда Лэмпард был в ярости. Прямо сейчас Лэмпард не злится, возможно ли, может ли это быть Александр? Воин одной звезды Брук чувствовал то же самое. Он с волнением смотрел на дозорную башню. Человеком, который находился ближе всех к вышке, был начинающий маг Джилл. Как будто увидев вещь, которой он боялся больше всего на свете, он в шоке соскочил на землю и задрожал. Увидев реакцию своего сына, Баззер распахнул свои глаза, слово думал о чем-то интересном, а потом снова сощурил их. Конечно, в отличие от магов и воинов, обычные солдаты ничего не почувствовали. Это касалось и Пирса. Он просто обладал нечеловеческой силой. Хотя Пирс и почувствовал, что атмосфера на оборонительной стене слегка поменялась, он не мог указать источник. В сторожевой башне, Фэй открыл глаза и посмотрел через разбитое окно на вражескую армию. Прошло 4 часа и ситуация в Чимборде Балы очень близка к той, которую Фэй предвидел. Вражеский командир был как притаившаяся кобра, ожидающая идеального момента для атаки. Ситуация по-прежнему крайне сдержана. Это было достоинство солдат в этот момент. По сравнению с хорошо обученными врагами, оборонная мощь Чимборда была подобна новобранцам, независимо от того, была ли это королевская стража или только что набранные молодые люди. С течением времени разрыв между силой нападавших и защитников становился шире, и враги казались более опасными и неудержимыми. Если Фэй не ошибался, то загадочный вражеский командир ждал идеального времени. После обеда самое утомительное время для большинства людей и это будет лучше временем для атаки. Фэй посмотрел на небо и понял, что до обеда осталось около 20 минут. Битва почти началась, он начал планировать. Фэй встал с камня на котором сидел, но не стал покидать строение сразу. Фэй закрыл глаза и начал искать силу, которую он получил из мира Диабла. По его опыту, кроме силы варвара 12го уровня, у него также должна быть сила волшебника 3го уровня, паладина 3го уровня и некроманта 6го уровня. Постепенно он что-то почувствовал. Смутная, холодная, смертельная сила окружала его. Она выглядела таинственной и сложной. Она казалась очень знакомой. Фэй раскрыл свою руку. Внезапно белое облако энергии смерти сформировалось в водоворот на его ладони. Воя и крутясь как будто маленькой торнадо, это энергия смерти некроманта. Фэй был в восторге, но скоро его брови нахмурились. В отличие от ауры некроманта Фэю не удавалось почувствовать другую силу от варвара, волшебника и паладина. Как бы сильно он ни пытался, ответа не было. Что происходит? Фэй закрыл глаза и задумался. Он нервничал, так не должно быть. Черт, разве моя гипотеза о том, чтобы перенести в реальном мир силу всех классов была неверной? В этот момент, совет, только один персонаж может использоваться в конкретный момент. Если ты желаешь использовать способности другого персонажа, пожалуйста выбери его. Холодный и загадочный голос прозвучал в голове Фэя. Смена персонажа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!